В нашей стране есть три особых чемоданчика. Один у верховного главнокомандующего, другой у начальника генштаба и третий у министра обороны. Если поступит сигнал сразу от двух, будет нанесен ядерный удар. ВЫСТРЕЛЫ Сегодня, когда в мире вновь открываются уже слегка заржавевшие люки ядерных шахт, и страны грозят друг другу превентивным ударом, кажется, страшнее ядерного оружия ничего и быть не может. ВЫСТРЕЛЫ На самом деле может. Против него бесполезны новейшие ракеты-перехватчики и различные электронные установки. Совершенное разрушительное оружие уже готово к использованию. Ураганы, землетрясения и наводнения, которые сметают все на своем пути, вызывают аварии на атомных станциях и панику сотен тысяч людей. Все это новое тектоническое оружие. И глядя на катастрофы последних лет, можно предположить, ведутся активные испытания и проверки новейших средств уничтожения человечества. Или мировая война незаметно уже началась? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Секретный план академика Сахарова по уничтожению Америки. Он предложил подплыть к восточному берегу США, подлодки, ну, со стороны Кубы, на подлодке, и там заложить ядерный заряд. Ядерные заряды на дне океана. В побережье западного США заложены ядерные фугасы, которые, мол, быть взорваны. Тогда вообще под воду уйдет весь североамериканский континент. И кто побил всемыслимые рекорды погружения на глубину? Подводная лодка способна достичь любой точки мира, в том числе и технических лет. Военные эксперименты над природой. Огромная антенна своего рода позволила сжечь любой объект на подлете. Искусственные цунами и направленные землетрясения. Очень часто такие операции ошлялись под руководством КГБ СССР. И новое оружие ядерного возбездия. Если подпрывает авианосец в Кирсидский залив, если он плывет, его уничтожает. Просто импульс, длительность там одна миллисекунда, и реактор взрывает. Смотрите уникальный проект РЕН-ТВ. Оружие Третьей мировой войны. Фильм. Начало. ВЫСТРЕЛЫ 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 Действующий вулкан Фудзи находится всего в ста километрах от Токио. Этот удар, по мнению советских военных, мог вызвать землетрясение на всей территории сейсмоопасной Японии. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Хиросима и Нагасаки деморализовали японскую армию. Она продержалась всего три месяца. Однако вождь народов запомнил необычное предложение о бомбардировке Фудзи Яны и очень скоро дал распоряжение военным и ученым на разработку новейшего оружия. ВЫСТРЕЛЫ Советский НКВД в 45-м году захватило 300 ученых-физиков-ядерщиков. И Берия их разместила специально в Сухуми. Там был специальный дом отдыха, который огородили тремя витками проволоки, сделали спецлагерь. В 1961 году на Новой Земле была взорвана самая мощная термоядерная бомба. 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Это как 2500 хиросим. Мощность была такова, что даже американские подводные лодки в сотнях километрах почувствовали сильный удар. Это и привело к мысли о создании тектонического оружия. ВЫСТРЕЛЫ Здесь требуется новый уровень научных знаний. Нужна широкая, профильная специализация ученых. Физический факультет МГУ. Это был эталон. Идеологическая гордость университета. Так что физический факультет дает целый каскад лабораторий. Колоссальные возможности для секретных исследований. После успешных испытаний атомной и водородной бомбы советские ученые и военные приступили к созданию супербомбы. Задача стояла непростая. Это оружие должно быть мощнее ядерного. Такое, чтобы Третья мировая война стала моментальной. А весь мир наживы и капитала был стерт с лица Земли. Например, гигантской волной цунами. К проекту привлекли и отца водородной бомбы талантливого физика Андрея Сахарова. Он предложил подплыть к восточному берегу США, под лодки, ну, со стороны Куба. И там заложить ядерный заряд можно. Там тоже есть такие ведь эти тектонические места, уязвимые места. Что снесет пол США. Литосфера – это оболочка нашей планеты. Она включает в себя земную кору и верхнюю часть мантии. Твердый и жесткий внешний слой. Однако глубже находится более слабая и горячая часть – астеносфера. На поверхности вся корка материков и океанов, которые мы наблюдаем, в разрезе таких масштабов представляется нам тонким каким-то печеньем, плавающим на поверхности некого горячего чая. Вот. В таких масштабах кора является еще и неким подвижным образованием, которое состоит из определенных плит. Понятие о литосфере, как о прочном внешнем слое Земли, было разработано американским геологом Джозефом Барлом в начале 20-го столетия. Но полная теория тектонических плит была сформулирована только в 60-х годах, когда геофизики и сейсмологи начали изучать природу землетрясений. Землетрясение – это не точечное явление. Каждое землетрясение имеет плоскость срабатывания. Чем сильнее землетрясение, тем вот эта площадь, по которой происходит скольжение одной части литосферы по отношению к другой, вот эта площадь для больших землетрясений – это невероятно величайшая и величина. Военные ученые подошли к идее искусственных землетрясений творчески. Некоторые тектонические плиты литосферы можно сдвинуть при помощи ядерных взрывов. При этом они выяснили, океаническая кора более подвижна и восприимчива к силовым воздействиям. Это был прорыв. Так в СССР появилось уникальное оружие массового поражения. Открытие тут же засекретили. Чем плохо это, если так сказать, оружие для военных? Ну или для специальных служб? Когда Никита Хрущев узнал, какими безграничными возможностями будет обладать Советский Союз, он дал добро на проведение любых экспериментов. Ученым необходимо было просчитать многое – высоту и ширину цунами, скорость и количество волн. Движение цунами очень мощное, там около 600 километров в час, поэтому достаточно быстро приходит. Но цунами еще зависит от состояния мелководия, к которому приходит, потому что растается высота волны, и она растает, потом обрушивается. Если там глубокий район, то цунами не будет таким сильным. Поэтому тут все зависит от местности. Для образования цунами военные собирались обрушить несколько тектонических плит, которые находятся в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Мексиканском заливе. Заряд кладется на соответствующий разлом, который напряжен, встряхивает все это дело. И дальше уже идет обычное сейсмическое воздействие, оно может быть самого разнообразного типа, там, проседание дна, вот, то есть плита уходит вниз, образуется воронка, а потом распространяется волна. Несколько советских научных институтов взялись смоделировать волну, просчитать критическую массу заряда и его доставку на дно океана. Заводки вел и лабораторию геоморфологии института физики Земли, были полигоны, такие, знаете, я знаю, на суше в основном их, в Киргизии, в Таджикистане. Я думаю, и морские были полигоны, потому что очень сильно сотрудничали тогда океанологи с геологами, океологи и геологи с военными сотрудничали. Очень многие работы океанологические были засекречены. Но как доставить заряд, который должен сдвинуть тектоническую плиту? Как проверить место, которое находится за тысячи километров на чужой территории? Да еще в стране, которая официально считала Советский Союз врагом номер один. И правда ли, что заложенные под тектонические плиты ядерные заряды до сих пор угрожают Америке? Вдоль побережья западного США заложены ядерные фугасы, которые могут быть взорваны, когда вообще под воду уйдет. Весь североамериканский континент. И кто побил все мыслимые рекорды погружения на глубину? Подводная лодка способна достичь любой точки мира, в том числе и технических плит. Почему о секретных экспериментах не знали даже генералы армии? Специальная операция более секретная. Они встляются не военными структурами. Как направить силы природы на врага? Гидрофизический флот самый крупный, крупнейший в мире. В общем-то он составлял несколько сотен единиц белых кораблей, которые были с военными экипажами. Искусственные цунами, землетрясения, наводнения. И новое оружие ядерного возмездия. Подпрывает авианосец, Персидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда, и реактор взрывает. Уникальный проект РАН-ТВ. Оружие Третьей мировой войны. Фильм «Начало». В разгар холодной войны Никита Хрущев решил продемонстрировать обещанную американцам Кузькину мать. Гений советской физики и изобретатель водородной бомбы Андрей Сахаров предложил уничтожить врага, управляемым цунами, которое можно было запустить из Тихого и Атлантического океанов. В океане на дне каньон, продолжается русло этой реки, на очень большое расстояние. И если вот в этот каньон заложить такой заряд, ну, подводная лодка там приходит тихонечко, либо корабль проплывает, опускает там, не важно. На достаточно большом удалении это можно сделать. Значит, опускается туда заряд, взрывается, и вдоль каньона выходит волна там до тысячи метров на Нью-Йорк. Если расчетная глубина для закладки заряда была слишком велика, то его предполагалось опустить на механической лебедке. Но в целом военные больше рассчитывали на подводные лодки того времени. Однако прежде всего советским ученым-геодезистам необходимо было изучить дно океана и выявить наиболее слабые точки в строении тектонических плит. Первый этап – это проводятся масштабные геофизические исследования, которые выявляют точки напряженности в земной коре. То есть точки, где имеются такие условия, которые могут привести к изменениям положения земной коры. До сих пор засекречены имена героев Советского Союза из числа подводников, которые на управляемых вручную аппаратах спускались на немыслимые океанские глубины, перекрывая в разы все известные достижения. Это можно было сделать только под мирным флагом науки. Гидрофизический флот – самый крупный, крупнейший в мире. В общем-то, он принадлежал исключительно Советскому Союзу. Поэтому и мы являемся, собственно говоря, на сегодняшний момент единственными владельцами самой крупной, самой большой базы данных для создания литосферного оружия. То есть гидрофизический флот, он составлял несколько сотен единиц белых кораблей, которые были с военными экипажами и занимались замерами по всему мировому океану. СССР не зря оказывал всяческую помощь кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Ведь именно на Кубе базировались советские геофизические корабли, которые в прямом смысле слова готовили почву для внезапного удара. На этих судах перевозили оборудование для бурильных подводных установок. Именно рядом с Кубой ученые обнаружили тонкие узлы литосферных напряжений. Они готовы, они сверлились не просто так, и они знали, где сверлились. Нефть на такой глубине не ищет. Сегодня для сдвижки тектонической плиты в районе Кубы и начала апокалипсиса на американском побережье достаточно всего одного заряда весом в 100 килограммов. Те, кто работал в секретных лабораториях, и сегодня убеждены, холодная война между СССР и США не перешла в Третью мировую только потому, что Советский Союз на несколько шагов опередил американцев в создании уникального оружия. Все остальное – это, естественно, глупости. И просто была гонка вооружений, которая была ориентирована на то, чтобы экономически разорить Советский Союз. Реально война не была из-за одного этого сценария. И сейчас вопрос в том, удастся ли удержать мир от применения этих вещей или не удастся. США разрабатывали подобный ответный удар, но достичь цели он бы не смог. СССР даже при самых неблагоприятных прогнозах потерял бы Дальний Восток и часть необитаемой тундры. Стратегические объекты, запасы полезных ископаемых, заводы и фабрики, люди – все это осталось бы вне зоны досягаемости. В отличие от Северной Америки, которую могло просто смыть вместе с несколькими государствами. Мы в период Хрущева-Брежнева себя обезопасили. В том смысле, что по дну шельфа, рядом, вдоль побережья западного США, заложены ядерные фугасы, которые могут быть взорваны. От них уже будет мощная цунами, которая смоет пол Америки сразу. И они же вызовут тектонический сдвиг. Тогда вообще под воду уйдет весь североамериканский континент. В итоге, после долгого изучения, водно-атомная атака на Соединенные Штаты была признана недостаточно эффективной. Слишком большая протяженность шельфа и недостаточная глубина прибрежных вод. Но так ли это на самом деле? Не исключено, что программа была просто временно приостановлена. Активность советских подводных лодок и научных судов у берегов Северной Америки не осталась без внимания ЦРУ. В 1958 году военно-морские силы США выкупили у швейцарского исследователя Агюста Пекара уникальный батискав Триест. Агюст Пекар вместе с сыном Жаком стал звездой конца 50-х. В Италии ученые построили глубоководный аппарат. На нем, в Средиземном море, они опустились на рекордную глубину в 3000 метров. Какие замеры в океанских глубинах делают коммунисты? Что они ищут на дне? Потискав Триест, должен был ответить на эти вопросы. А для публики придумали красивую легенду об исследовании самой глубокой точки мирового океана – Марианской впадины. Чтобы не отставать от передовых научных и военных технологий, Америке пришлось реструктуризировать свои спецслужбы. Национальный совет разведки. И вот Национальный совет разведки вобрал в себя, и практически его возглавил директор ЦРУ. И все 36 разведслужб стали подчиняться именно вот этого НССР. Сумели ли американцы догнать и перегнать Советский Союз в создании оружия массового уничтожения? Чем ответил Советский Союз? И правда ли, что до сих пор на побережье Северной Америки заложены ядерные заряды, которые могут ввергнуть Соединенные Штаты в хаос? Смотрите далее в уникальном проекте РЕН-ТВ «Оружие Третьей мировой войны». Она уничтожит все компьютеры, электронику и технику. Это бомбы, импульсы которых будут сплавлять все радиоэлектронные приборы в радиусе нескольких километров. И все будет мертвым. Вся правда об электромагнитной бомбе. И сверхсекретный проект апокалипсиса. Предполагалось то, что перед землетрясением вследствие деформационных процессов будет меняться электрические свойства земной карты. Новое оружие ядерного возмездия. Отпрывает авианосец в Персидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда, и реактор взрывается. Пушки, которые вызывают ливни. Вот я лично видел в Иранской долине. Там мало дождя, и там стали пушки. И специальные средства для создания ураганов. Американцы применяли различного рода химикаты. Сразу менялся температурный режим в джунглях. Уничтожение человечества уже началось. В радиокоманде можно было этот источник вскрыть. И таким образом поверхность оказывалась охваченной, ну, какими-то вирусами смертоносными. Не пропустите. Продолжение через две минуты. Она уничтожит все компьютеры, электронику и технику. Это бомбы, импульсы которых будут сплавлять все радиоэлектронные приборы в радиусе нескольких километров. И все будет мертвым. Вся правда об электромагнитной бомбе. И сверхсекретный проект апокалипсиса. Предполагалось то, что перед землетрясением, вследствие деформационных процессов, будет меняться электрические свойства земной карты. Новое оружие ядерного возмездия. Отпрывает авианосец в Персидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда, и рядко взрывается. Пушки, которые вызывают ливни. Вот я лично видел в Ирадской долине. Там мало дождя, и там стали пушки. И специальные средства для создания ураганов. Американцы применяли различного рода химикаты. Сразу менялся температурный режим в джунглях. Уничтожение человечества уже началось. В радиокоманде можно было этот источник вскрыть. И таким образом поверхность оказывалась охваченной какими-то вирусами смертоносными. Карибский кризис 1962 года едва не закончился ядерной войной. Но Хрущев и Кеннеди смогли остановить надвигающийся апокалипсис. Тогда же стало ясно. Ракеты слишком неудобны и к тому же не могут быть запущены внезапно. Направить цунами на побережье Северной Америки было слишком сложно, дорого и не так уж эффективно, как хотелось. Так какое еще климатическое оружие было решено применить для защиты социалистических интересов? Советские военные проекты середины 20 века актуальны до сих пор. Все расчеты ученых и испытания военных опередили свое время на несколько десятков лет. Интересные разработки, на мой взгляд, были связаны с воздействием на магнитосферу. Сегодня от многих секретных лабораторий, которые были разбросаны по всему Советскому Союзу, ничего не осталось, кроме голых стен с облупленной краской, призывных плакатов к борьбе с врагом и разрушенных пультов управления. На эти заброшенные стратегические объекты можно наткнуться даже в глухом лесу. Когда-то здесь кипела жизнь. Сотни лучших ученых страны, работая в закрытых научно-исследовательских институтах, проводили эксперименты. Например, в сейсмонеустойчивых зонах они пытались поймать специфическую энергию земной коры. Предполагалось то, что перед землетрясением вследствие деформационных процессов будет меняться электрические свойства земной коры. И тогда вариации, например, кажутся в сопротивлении земной коры, можно использовать в качестве предвестника. Военные предполагали, что будут использовать эту преобразованную энергию для точечных наземных ударов. Легко представить, что произойдет, если в конкретном месте на определенное время изменится магнитное поле. Особенно, если армия врага высоко технологична. Все сведется к обмену сильнейшими электромагнитными ударами. Война перейдет в плоскость электромагнитных бомб. Это бомбы, импульсы которых будут сплавлять все радиоэлектронные приборы в радиусе нескольких километров. И все будет мертвое. Будут мертвые системы видения, будут мертвые системы управления. Все электронное оружие будет уничтожено. Такой сценарий означал, что вражескую армию можно будет брать голыми руками. В принципе, с воздействием на магнитные поля, поскольку магнитные поля Земли инициированы, так сказать, токами, которые протекают, так сказать, внутри Земли, в принципе, на эти токи тоже можно воздействовать. Американские военные к разработке собственного климатического оружия, так называемого ХАРПа, приступили гораздо позже. После Второй мировой они, заполучив секретные документы, пошли по пути разработок Третьего Рейха, заострили внимание ученых на психике человека. Направление, можно сказать, которое американцы бросили на разработку психоневрологического оружия. То есть что они делали? Они фактически продолжали опыты нацистов, которые в Дахау, в концлагерь Дахау, изучали действия различных природных ядов на человека. Всплеск психоневрологических экспериментов над людьми пришелся на середину 50-х. Красная угроза сводила с ума многих заокеанских политиков. Они вылавливали неугодных им граждан и отправляли в психиатрические лечебницы. На этих людях тестировали различные военные препараты. Солдаты будут сходить с ума. Не надо их уничтожать физически. Достаточно уничтожить их интеллект. И когда обезумевшие от боли и от потери в полностью ориентировке солдаты будут бродить по полю боя, это тоже уже выигранное сражение. Однако уже в конце 60-х по официальной версии подобные эксперименты в США были прекращены. Как оказалось, особой необходимости в них уже не было. Ведь в 70-м году американскими военными недалеко от Лос-Анджелеса было устроено первое искусственное землетрясение. А это значит, что климатическое оружие ХААРП перестало быть мифом. Армия США во время Вьетнамской войны провела уникальную операцию под годовым названием «Шпинат». И это было испытание климатического оружия в реальных боевых условиях. Это операция по воздействию на то, чтобы уничтожить рисовые поля, там обречь на голод население. И тут и тайфуны вызывались. Использовались какие-то методы воздействия на атмосферу, но тут были и отравляющие вещества, самые настоящие, которые запрещены. По рассекреченным данным, из военных архивов известно, операция «Шпинат» была долговременной и началась в марте 67-го. Американцы применяли различного рода химикаты, различного рода распыления для того, чтобы деревья теряли кроны, сразу менялся температурный режим в джунглях. Они делали все для того, чтобы вызывать искусственные ливни, что затрудняло действия вьетнамских партизан. Транспортные самолеты Си-130 и истребитель Ф-4 рассеивали над Вьетнамом в дождевых облаках едит серебра. Руководил операцией «Шпинат» доктор Дональд Хоргис. Он лично отчитывался за результаты перед Госдепартаментом и Министерством обороны США. Это вызывало скачки очень, так называемое, атмосферного давления, погодные аномалии. Появились ураганы. Это затронуло и Южный Вьетнам, но очень досталось и Северному Вьетнаму. Это было первое воздействие, которое можно было назвать самым настоящим погодным, пока еще не климатическим, поскольку климат, в общем-то, выровнялся с течением времени. Вот погодным оружием – да. Обильные осадки затопили рисовые поля и сделали почву непригодной для сельскохозяйственных работ. Была размыта знаменитая тропа Хо Шэмина – сеть путей общей длиной 20 тысяч километров, по которым партизанам из Южного Вьетнама переправляли оружие. Однако уникальные изобретения, которые американцы использовали на этой войне, в Советском Союзе давно были поставлены на производственный поток в мирных целях. Юдисто свинца и пропана, рассеет туман. А юдисто серебро, наоборот, оно вызывает обильные дожди. Вот я лично видел в Ферранской долине. Использовалось это в сельском хозяйстве. Там мало дождя. И там стояли пушки, это еще при социализме было. И они просто стреляли в облака, и там выпадал дождь. Совершилась операция «Шпинат» в 1972 году. А через пять лет в действие вступила специальная конвенция, которая запрещала использование на войне подобное экспериментальное оружие. Поэтому возможности этого оружия еще чем отличаются от ядерного и страшнее, что они в скрытой форме проводятся. Трудно иногда определить, это лаборатория для мирных целей или для военных целей. Вот это вот специфика в этом. Советский Союз не отставал в разработке уникальных методов уничтожения врага. О некоторых из них широкая публика узнала спустя несколько десятилетий. Агент КГБ Александр Кузьминов в начале 90-х бежал в Новую Зеландию. И в зарубежной прессе всплыли шокирующие факты об актерологическом советском оружии. Он рассказал, что он принимал участие в установке в Австралии, в районе военно-мазких американских баз, контейнеров с биологическим оружием. Это оружие надо было замаскировать, видимо, где-то там, ну, не глубоко в земле, да. И в случае мировой войны, скажем, с американцами, по команде, по радиокоманде, можно было этот, как бы, источник вскрыть. И таким образом поверхность этой военно-морской австралийской базы оказывалась охваченной, ну, какими-то вирусами смертоносными. Вирус обладал уникальной проникающей и поражающей силой. Заражение происходило воздушно-капельным путем, а смертность больных превышала 80%. Но почему все-таки климатическое оружие было признано самым опасным, разрушительным и эффективным? Какой ответ готовили Советскому Союзу американские военные? Что изобрел Никола Тесла для Третьей мировой войны? И невероятные искусственные землетрясения. Кто готовится уничтожить этот мир? Непобедимое оружие гениального физика. Он первым обратил внимание, что можно на ионосферу воздействовать искусственно. Вот идеи Тесла легли в основу вот этого фактора. Можно ли в одиночку захватить весь мир? Во время некоторых экспериментов были зафиксированы и падеж скота, и очень сильные головные боли, и сердечные приступы. Впервые тайна гигантского природного лазера. В итоге возникает точно такой же эффект, который возникает у мальчика, который взял уличительное стекло, и от солнечных лучами может на дереве выжигать какие-то фигурки или зажечь бумагу. И ядерное оружие во смесье. Отпрывает авианосец, Кирсидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда, и реактор взрывает. Смотрите уникальный проект РЕН-ТВ. Оружие Третьей мировой войны. Это касается вас. Последний неразгаданный гений физики, живший в США, Никола Тесла, генерировал фантастические идеи, которые позже стали дорабатывать американские военные. Он первое обратил внимание, что можно на ионосферу воздействовать искусственно, и она будет по направленным лучам, рукотворным от направленных антенн. Ионосфера будет влиять на климат. Тесла был увлекающимся человеком. Едва начав один эксперимент, он бросал его и приступал к другому. Еще в начале 20-го века он заявил об изобретении лучей смерти. Военные вспомнили об этой идее сербского гения только в 60-х. Сегодня чаще всего предлагается модель его лучей смерти в виде микроэлектронного излучения. То есть излучение СВЧ. Диапазон – это то, что есть у каждой хозяйки на кухне СВЧ печь. Вот такую не печь, а магнетрон. Он построил в свое время Тесла. Были зафиксированы и падеж скота, и очень сильные головные боли, и сердечные приступы у тех, кто находился в непосредственном зоне этого излучения. Позже Тесла продемонстрировал чудо инженерной мысли – климатическую установку. Никола Тесла, какую башню он соорудил, 40 метров в глубину, 50 метров над землей. А на крыше этой башни огромная медная тарелка. И он с помощью этого технического сооружения вызывал штормы, морозы. То есть Никола Тесла – это основоположник использования климата в военных целях. Чуть позже, после астрономических опытов, Тесла сделал заключение. В атмосфере накапливается солнечная энергия, которой можно управлять. Агентство национальной безопасности США, изучив дневники и рабочие записи физика, планировало приручить энергию Солнца. Если в атмосфере будут распространяться акустические волны определенных частот, атомические частоты, то они будут снимать эту энергию, накопленную в атмосфере, и преобразовывать эту энергию в акустические колебания. Остается только уловить эти акустические колебания и направить мощную звуковую волну в район предполагаемого противника. И в месте удара будет дрожать Земля. В буквальном смысле слова. При расчетах ученые выявили и побочный эффект этого уникального оружия. Облака при звуковых колебаниях принимали форму стеклянной линзы. Если эту линзу развернуть под нужным углом и направить через нее солнечные лучи, получится природный лазер. И эти линзы можно передвигать по атмосфере. Можно создать, скажем, над Москвой, над Токио, над Нью-Йорком вот такие линзы. В итоге возникает точно такой же эффект, который возникает у мальчика, который взял уличительное стекло, и от солнечных лучами может на дереве выжигать какие-то фигурки или зажечь бумагу. Однако минусов у природного лазера было намного больше, чем плюсов. Военные пришли к выводу. Облачными линзами невозможно управлять. Они немобильны и легко разрушаются обычным инверсионным следом самолета. Асимметричный ответ советских ученых на американское изобретение природного лазера. Ядерная атака под кодовым названием «Инспектор». Почему СССР не стал создавать вдоль границы атомную сеть? Ядерное оружие в Азме здесь сделано еще в СССР. Отпрывает авианосец, Кресидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью 1 миллисекунда, и реактор взрывает. Есть ли у нас ответ на американский природный лазер? Грумная антенна своего рода позволила сжечь любой объект на подлете. Как воздействуют на людей через спутники? Просто люди будут умирать. Учтятся сердечно-сосудистые, так сказать, кризы и смерти от внезапной остановки сердца. Почему футбольные болельщики сошли с ума? А вы не думаете, что американцы включили в свои системы, скажем, спутникового облучения? И что такое пушка Гавро? Они одуреют настолько, что начнут чудить. Начнут принимать глупые решения. Смотрите уникальный проект РАН-ТВ. Оружие Третьей мировой войны. Это касается вас. Работая над дневниками гениального физика Николы Теслы, ученые военно-промышленного комплекса США неожиданно выявили побочный эффект одного из изобретений – природный лазер. При акустических колебаниях облака образуют специфические линзы, которыми можно управлять и стрелять через них световым лучом. Русский ответ природному лазеру последовал незамедлительно. Под Красноярском, который не досягаем ни для кораблей, ни для дальних ракет противника, была построена радиолокационная станция. Она могла уничтожить в воздухе любой объект даже за несколько тысяч километров. Огромное такое здание было, огромная антенна своего рода. Вот тоже метеорологическое оружие своего рода, потому что позволялось сжечь любой объект на подлете. Красноярск выбран не случайно. Вот это все удален. Поэтому там и создан был такой вот мощный радиолокационный. Кроме того, советские ученые предложили еще и уникальный сценарий сдерживания атомной агрессии. До такого изобретения никто за океаном так и не додумался. Этот сценарий в СССР получил кодовое название «Инспектор». И главную роль в нем играл самолет-тяжеловес «Руслан». На уникальном по своим габаритам и снаряжению самолете «Руслан» был установлен специальный модуль-ускоритель, который вычислял и фиксировал передвижение атомных вражеских зарядов вдоль границы Советского Союза. И этот же модуль мог на расстоянии уничтожить атомный заряд. Поэтому если подпрывает авианосец, Персидский залив, если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда, и реактор взрывается. Поэтому все бы сидели по своим домам, занимались бы своим делом, никто бы никому не приставал. Этот инспектор и контролер транспортировки любых ядерных материалов резко охладил дальнейшую гонку ядерных вооружений. Эксперты говорят, никто не может сказать, сколько Русланов было оснащено подобными боевыми модулями. Но то, что о них знали за рубежом, известно совершенно точно. Июнь 2002 года. В центре столицы, на Манежной площади, массовые драки и погромы. Футбольные фанаты крушат витрины дорогих магазинов, переворачивают и поджигают автомобили, нападают на людей. Многие посчитали, что так болельщики отреагировали на обидное поражение сборной по футболу на чемпионате мира в Японии. Погромами они ответили на судейский произвол. Но что же происходило в июне 2002 года на самом деле? В чем причина такого буйства? Специалисты уверяют. На Манежной площади прошел военный эксперимент по изучению психики людей. На толпу, которая и без того была эмоционально разогретой, направили прямой поток радиоволн определенной частоты. Волны, которые излучаются, они могут быть разной частоты. Больше или меньше частота. Для дальней связи каких-то из вектов представляют интерес очень низкие частоты. Еще в 70-х годах ученые заметили, циклически повторяющиеся радиоволны, запущенные с определенной частотой, способны вызывать необратимые изменения в структуре любой материи. Самая благоприятная среда распространения этих волн – вода. Со временем ученые нашли способ распространять модифицированные волны не только в воде, но и в воздухе, что позволило им воздействовать на психику и физиологию человека. Это система, которая может быть использована для оказания психотронных воздействий на значительные территории, на население значительных территорий. Если включить передатчик, который будет передавать волну на конкретную территорию длительное время, последствия такого излучения будут катастрофическими. И защиты от такой агрессии пока нет никакой. У нас количество суицидов увеличится там на порядок. И это будет не видно. Просто люди будут умирать. Учтятся сердечно-сосудистые, так сказать, кризы и смерти от внезапной остановки сердца. Эксперты уверены, Манежная площадь в Москве попала под облучение психической радиоволны. Но кто включил этот передатчик? У меня был такой дружеский контакт. Я посетил одну организацию недалеко отсюда. Я спросил его, а вы не думаете, что сразу же в этот момент, в момент проигрыша нашей российской команды, американцы включили свои системы, скажем, спутникового облучения? Психологический эксперимент июня 2002 года на Манежной площади, под который попала агрессивно настроенная толпа футбольных фанатов, подтверждает не только существование подобных передатчиков, но и работу спецслужб в сфере разработки оружия массового поражения. Французский ученый Владимир Гавро в 60-х годах прошлого века установил взаимосвязь между акустическими вибрациями и психологическим настроением человека. Например, инфразвук с частотой 7 Гц оказался смертелен. Он вызывал мгновенную остановку сердца. Этот инфразвук совпадает с альфа-ритмом мозга человека. Ученый сконструировал аппарат, способный передавать сигнал на дальние расстояния. Аппарат так и называется – пушка Гавро. Это большая-большая труба, которая излучает примерно 4 Гц. 3,2 Гц. Целенаправленный импульс этой пушки сводит людей с ума. Пока мы их этими 4 Гц будем облучать, они одуреют настолько, что начнут чудить. Начнут принимать глупые решения. А может, и углубные решения. Прямо-то, черт возьми, это не знаю. Специфические радиоволны, которые излучают спутники из космоса. Пушка Гавро, способная свести с ума многотысячную толпу в один миг. Все это оружие массового поражения уже находится на службе военных. А возможные эксперименты – лишь профилактика оружия. Генералы должны знать, что оно исправно работает. И в случае, когда наступит час икс, не подведет. Научный потенциал и военная промышленность вывели мировые державы на новый виток противостояния. Никто не мог предугадать, по какому сценарию начнется Третья мировая война. Оружия массового поражения стало так много, что в один момент планета могла потерять все свое население. Но никто не хотел останавливаться. Это настолько опасные вещи, что, естественно, как химическое, так и бактериологическое оружие запрещено сейчас применение. Также мы стараемся и ядерное оружие. Но мир не стоит на одном месте, наук не стоит на одном месте. И выдумали другое, более серьезное оружие, чем ядерное. В 80-е годы был подписан ряд документов об ограничении производства и распространении ядерного оружия. Взаимный контроль и паритет, казалось, могли остановить безумную гонку. Если бы не одно «но». За 10 лет до этого сначала США устроили искусственное восьмибальное землетрясение близ Лос-Анджелеса, а вскоре и советские военные в одном из поселков в Узбекистане спровоцировали девятибальную катастрофу. Это значит, что испытания продолжались. ХАААН – тектоническое, климатическое оружие, как его ни называй, оно оставалось и остается главной силой противоборствующих держав. Потому что нет ни одного способа установить за ним контроль. Тайные испытания тектонического оружия. Официально тектонического оружия не существует. Ни одна страна в мире не скажет, что она обладает тектоническим оружием. Кто украл секрет тектонической бомбы? И начал войну против всех. Был сдвиг, тектонический сдвиг, и волна стоит 20 метров, смыла 400 тысяч людей. Откуда ждать удара, который приведет к концу света? А изготовить такую бомбу, в общем-то, сегодня может практически любая страна, которая имеет на своей территории атомную энергию. Смотрите далее в уникальном проекте РЕН-ТВ Оружие Третьей мировой. В 80-е годы были подписаны несколько документов об ограничении производства и распространения ядерного оружия. Ведущие мировые державы охотно пошли на это, ведь они хорошо знали, ядерное оружие – это уже прошлое. А вот грозное будущее уже вовсю создавалось в военных лабораториях и испытывалось на секретных полигонах. Именно Советский Союз ближе всего подошел к созданию чудо-оружия, которое могло разрушить целые континенты. Смотрите уникальный проект канала РЕН-ТВ. Сверхсекретный проект мирового господства Меркурий-18. Если, предположим, один заряд находился где-нибудь на Курецких островах, то эта плита могла бы подвинуться на Сан-Франциско. И кто украл главную военную тайну Советского Союза? Гаити, Фукусима. Какой город станет следующей жертвой? До конца 2014 года мы ожидаем землетрясения, которое разрушит частично Лос-Анджелес. Впервые оружие Третьей мировой войны. Невидимое и непобедимое. Первая идея о тектоническом оружии и необычайной разрушительной силы появились в Советском Союзе в начале 60-х годов. Тогда страна переживала мощнейший научно-технический подъем. А после полета в космос Юрия Гагарина стало казаться, человек теперь подобен Богу. И может абсолютно все. Сразу появилось огромное количество идей, как это использовать. Начиная от поиска полезных ископаемых и затем появилась в частности и вот эта идея инициировать какие-то сейсмические удары. Первые эксперименты по приведению гигантских пластов земли в движение проходили за полярным кругом. Кольский полуостров сегодня мало населен, а в начале 60-х был и вовсе безлюден. Первые глубинные бомбардировки тектонических плит осуществляли в специально пробуренных шахтах. Ученые и военные экспериментальным путем выясняли, какой мощности заряды необходимо закладывать. Сейсмические датчики показывали расчеты освобождаемой энергии и амплитуду землетрясения. Нужно заложить в то место, которое сейсмически активно. То есть это сейсмически активный разлом. Они существуют регулярно. Это границы тектонических плит и так называемых геоблоков. И по расчетам можно показать, если есть дополнительные геофизические измерения, что будет она достаточно мощная. Если туда донести каким-то образом заряд, то мощность увеличится, конечно, еще больше. Сегодня туристы-экстремалы иногда натыкаются на эти заброшенные военные объекты и ломают голову. Откуда и для чего за полярным кругом появились целые бункеры, начиненные техникой? Задача, которую тогда поставили перед учеными, казалось, взята из фантастического романа. Научиться управлять землетрясениями. Дело в том, что для того, чтобы оказать такое воздействие на потапливающий кусок плиты, можно пойти несколькими путями. Можно заложить заряд в том месте, где тонко, что достаточно сложно с точки зрения военной. Потому что мы хотели бы воздействовать на такие зоны издалека, сами не приближаясь к этому месту. Определенные требования военные выдвинули и конструкторским бюро. Надо было создать защищенную, компактную и мобильную буровую установку на колесах или гусеницах. Верхом совершенства стала бы возможность десантирования устройства с воздуха. Такое преимущество в мобильности на войне играет решающую роль. Пробурили, заложили небольшой ядерный заряд, взорвали, победили. Сразу же происходит, ментально. То есть, как произошло, буквально несколько секунд, уже толчки начались, и все рушится, все взрывается. Пожар возникает. За детальную проработку тектонического оружия взялась научная группа из Азербайджана во главе с физиком Икрамом Керимовым. Позднее его назовут отцом тектонической бомбы. Именно он обратил внимание на аномальные изменения высокочастотных сейсмических шумов в почве за несколько дней до землетрясения. Эти сигналы можно было зафиксировать с помощью специальной аппаратуры. Керимов добился сенсационного прорыва в науке. Он понял, как вызвать землетрясение искусственно. У нас были, наполняли водохранилища и происходили землетрясения. При этом сейсмическая активность все зарастала. Ну, конечно, опять-таки, наблюдая за природным явлением, военные пришли к выводу, что нужно тектоническое оружие. А руководил этими работами Керимов. Лаборатория Керимова исчезла из всех официальных документов. Не осталось даже почтового ящика. Физика и его уникальный проект стали главной военной тайной Советского Союза. Современные исследователи указывают на шокирующий факт. Количество землетрясений на планете за последние полвека увеличилось в несколько десятков раз. В чем же причина этих тектонических волнений? Природная она или техногенная? Многие идеи по разработке тектонического оружия советские ученые взяли у бурно развивающейся сейсмологической науки. СССР активно осваивал юго-восточные территории. Новые города строили даже в сейсмоактивных зонах. А вместе с гражданскими опытами проводились и военные. Большинство экспериментальных сейсмологических полигонов находилось в Средней Азии. Такие эксперименты проводились у нас в СССР еще время, когда было. В 70-х годах. Это было магнитно-гидродинамическое динамо, которое в Средней Азии проводились эксперименты. Это излучатель очень сильных электромагнитных волн, который излучает в метро, и оно должно вызвать землетрясение. Специалисты решали несколько задач. Они старались вызвать искусственное землетрясение, использовать его разрушительный эффект. Но главная задача была иная. Научиться скрывать за ним ядерные испытания. Ядерный взрыв, он может нанести максимальный ущерб, если над поверхностью Земли произвести. А если взять землетрясение, землетрясение – это глубинное явление. То есть очаги таких более или менее существенных землетрясений, с магнитудой, допустим, 5, они находятся на глубине 10 километров, 15 километров. Сверхмощную бомбу военные собирались взрывать за несколько тысяч километров от предполагаемой цели. Управляемый удар должен пройти по глубинным пластам земли. И каждая волна рассчитана на определенную точку. Атомную электростанцию, плотину, военную базу. Представляете, надоест кому-нибудь Европу, в конце концов, и привезут в южную часть Северного моря. Ну и что будет? Англия, Швеция. А уж вот эта Европа, там, где Бельгия и Голландия. Вообще страшно вообще подумать, что там будет. Там же плотину от гаража все поставили. Поэтому, если там ухнуть бомбу, ну... Поэтому людей надо предупреждать, об этом надо говорить. Политиканы там в игрушки играют, а ведь расхлебывать-то придется. Обычным, как мой товарищ говорит, людям. Правительство США, зная о разработке советских тектонических бомб, проводило точно такие же эксперименты на секретных полигонах. Они спешили создать собственное оружие. Известна история с тем, как было обнаружено влияние инфра-низких частот на места, которые подвержены землетрясениям в самих Соединенных Штатах. Там производилась геолого-разведка с помощью инфра-низких частот. И в результате этого воздействия было обнаружено, что получилось землетрясение. То есть с тех пор американцы стали усиленно развивать тематику создания землетрясений с помощью инфра-низких колебаний. 19 сентября 1985 года в 7 часов утра столица Мексики была практически разрушена одним из самых сильных землетрясений в истории Америки. Только по официальной статистике в Мехико погибло около 10 тысяч, было ранено около 30, остались без крова более 100 тысяч человек. Правительство Мексики тут же обвинило США в проведении экспериментов с искусственными землетрясениями. Систематически американцам, мексиканцам предъявляя претензии, что у них возникает землетрясение после того, как происходят испытания ядерные в Неваде, а нам Иран предъявлял претензии, что после символатинских ядерных взрывов в Иране происходит землетрясение. Но американцы отрицали свою причастность к этим делам, и мы отрицали. Некоторые тайны Советского Союза были раскрыты в эпоху перестройки. Однако и сегодня неизвестно, сколько российских подводных лодок еще несут заряды, способные сдвинуть тектонические плиты. Лодки подводные плавают с зарядами громадными на борту. По 24 ядерных взрывов каждый несет. На тот километр, что лодка опускается, на этом километре, да еще лодка может куда-нибудь опустить этот заряд, на дно положить и взорвать там. Эксперты уверены, половина катастроф, которые люди принимают за буйство природной стихии, на самом деле результаты военных испытаний. Вот именно 20 лет назад начался сильный подъем частоты землетрясений и других стихийных бедствий. До 90-го года такого подъема не было. Это были редкие события, которые умещались в рамках обычной статистической погрешности. То, что происходило после 90-го года, уже не в рамках каких погрешностей не умещается. Наблюдается более чем десятикратный рост частоты землетрясений и других стихийных бедствий. Количество землетрясений в конце 20-го века превысило все мыслимые пределы. И где завтра рухнут дома? Кто окажется под ударом? И главное, кто нанесет этот удар? И под каким видом спрогнозировать невозможно. Смотрите далее. Взрыв радиусом 7 тысяч километров. Был сдвиг, тектонический сдвиг, и волна стоит 20 метров, смыла 400 тысяч людей. Фантастическое оружие Икрама Керимова. Запасти упругую энергию механическую, которая формируется перед образованием землетрясения, как-то его скумулировать и потом использовать. И как этим оружием уничтожить континент? Сверхсекретный проект мирового господства «Меркурий-18». Если, предположим, гадезаряд находился где-нибудь на Курилских островах, то эта плита могла бы подвинуться на Сан-Франциско. Направленный удар цунами. И кто будет следующей жертвой? До конца 2014 года мы ожидаем землетрясения, которое разрушит частично Лос-Анджелес. Не пропустите! Такого вы еще не видели. Ученые Советского Союза в 60-х годах добились небывалых результатов в изобретении и разработке новых видов вооружения. Это были не автоматы и не бомбы, и даже не танки и самолеты. Это вообще не техника в привычном понимании слова. Военные использовали природные ресурсы для удара по вражеской территории. Группа советских ученых во главе с Икрамом Керимовым разработала уникальную методику фиоцией смологической активности. На испытательных полигонах ученые отрабатывали запуск искусственных землетрясений. Но скрывать факты движения тектонических плит целого континента было невозможно. И Советский Союз официально объявил. Все испытания проводятся только в мирных и научных целях. У нас есть и полевые эксперименты, которые подтверждают возможность создания такой технологии. Разговоры о тектоническом оружии, они были основаны на тех экспериментах, которые мы проводили еще и в Советском Союзе, которые проводим сейчас. Об истинной задаче этих опытов знали очень немногие. Ведь если бы мировое сообщество хоть на секунду предположило бы, что коммунисты могут пустить под воду целые континенты, случился бы международный скандал. А может и превентивный ядерный удар. У нас был полигон в Таджикистане взрывной. И для военных применений, и для промышленных применений. Эти вещи подробно изучались и рассматривались. Ну, в Кабардино-Балкарии мы пытались сделать такой полигон. Технология сдвижки литосферных плит до сих пор засекречена. Но принцип ее понятен. Ученые выявляют слабые места на стыках подземных пластов. Бурят скважины, закладывают заряд, который получил официальное название «тектоническая бомба» и взрывают его. Там участвовали организации оборонной промышленности. Потом, сами понимаете, поставка этих зарядов на полигоны, они тоже выполнялись соответствующими службами оборонных предприятий. На самом деле Советский Союз тогда был лидером в этих работах. Через несколько лет к таким испытаниям присоединились некоторые страны Восточного блока. Военным надо было знать, как действуют бомбы в тех или иных природных условиях. На станции ПАКШ, это атомная станция в Венгрии, один такой эксперимент был проведен. То есть был проведен взрыв большого количества зарядов в сейсмическую волну. Таким способом можно было сформировать совершенно любую. Во время испытаний ученые во главе с физиком Икрамом Керимовым пришли к выводу. Тектоническое оружие можно использовать с разным эффектом. Это не только землетрясения, но и, например, ураганы, бури, цунами. Мы были лучшими специалистами по глубинным впадинам. Надо знать, где находятся глубины впадины, по возможности разменить этот ядерный заряд, взорвать его. Если, предположим, этот заряд находился где-нибудь на Курилских островах, то эта плита могла бы подвинуться на Сан-Франциско. Гигантская волна смоет вражеские войска, укрепления и инфраструктуру. То есть сделает все необходимое вместо военных. У Керимова были хорошие разработки. Кстати, опять-таки, это взаимосвязанные виды оружия. Метеорологическое и тектоническое. Потому что по наведенным электрическим полям, низкочастотным электромагнитным полям, можно провоцировать землетрясения. Землетрясения сопровождаются различными электромагнитными эффектами. В итоге советским ученым предложили разделить исследование по созданию тектонического оружия на два направления. Первое получило кодовое название «Вулкан». В нем главную роль играли тектонические бомбы с предварительной диагностикой литосферы. Это прогноз землетрясения. Это использование каких-то определенных данных, которые позволяют определить дату, то есть время, и местоположение. Землетрясения. И, значит, еще ставит задача, чтобы, кроме определения места и времени землетрясения, нужно еще и доставить каким-то образом туда мощный какой-то заряд. Ну, в том числе, может, и ядерный. Второе направление стало прорывом технической мысли. Такой оригинальной и смертоносной идеи в мире еще не было. Можно вот запасти упругую энергию механическую, которая формируется перед образованием землетрясения, как-то его скамулировать и потом использовать. Проект получил кодовое название «Меркурий-18». Его возглавил сам Икрам Керимов. Ученый решил аккумулировать энергию землетрясений, чтобы создать своеобразный запас. И в будущем использовать этот запас энергии для нападения на врага. Проект «Меркурий-18» сразу же засекретили, как только стало ясно, что таким оружием можно будет легко уничтожить половину планеты. Так в чем же заключалась его разрушительная мощь? А «Меркурий-18» как раз его раскрывают с той позиции, что якобы там можно было сохранить упругую энергию и направить ее куда-то. Сам проект, в общем-то, предназначен был для того, чтобы как бы отрегулировать сейсмичность, влияние сейсмичности, угомонить, скажем так. Во время землетрясения из-за движения литосферных плит высвобождается огромное количество энергии. Ее силу физики того времени могли оценить лишь очень примерно. В отчаге этого землетрясения в 100 раз выделяется больше энергии. То есть, когда мы говорим «землетрясение с магнитудой 10 с 14 джоуль», то на самом деле тратить, чтобы его производить в 100 раз больше энергии. Поэтому вот это показывает масштаб, насколько сложен весь этот процесс. Все ядерные испытания, как и все естественные землетрясения, пополняли единую базу данных. На ее основе и создавалось литосферное оружие. Чем больше взрывов, тем больше замеров. Чем больше замеров, тем точнее будет скрытый тектонический удар. Надо было лишь получить энергию от движения тектонических плит во время землетрясения и накопить ее. И этот процесс накопления стал самым большим прорывом в науке тех лет. Правда, о нем так никто и не узнал. Землетрясение может происходить только в тех местах, где вследствие движения тектонических плит накапливается напряжение в земной коре. Ну, как вы знаете, медленные движения одной плиты относительно другой. Значит, где-то это движение останавливается, там накапливается напряжение, а вся плита ползет, и в конце концов здесь происходит срыв с излучением энергии в виде сейсмических волн. Военные же просто освобождали накопленную энергию из хранилища при помощи специального спускового крючка. Кого хотели уничтожить советские генералы с помощью проекта «Меркурий-18»? И что случилось во время экспериментов? Кто сейчас владеет подобным оружием? Смотрите далее в уникальном проекте РЕН-ТВ оружие Третьей мировой войны. Кто нанесет главный удар? Ну, минимум, половина территории Соединенных Штатов будет уничтожена. И глобальная катастрофа Америки. В свое время Сафров говорил, что там с НАТО разговаривает, положим бомбу в южной части, с северного моря взорвем, и завтра НАТО не будет. Взрыв радиусом 7 тысяч километров. И землетрясение на всем континенте. Сдвиг, тектонический сдвиг, и волна стоит 20 метров, смылась 400 тысяч километров. Смотрите продолжение через минуту и останетесь живы. Наука и военные технологии времен Холодной войны совершили прорыв в создании оружия массового уничтожения. Тектонические бомбы, способные вызвать землетрясения и цунами, требовали доскональной проработки расчетов. В противном случае оружие могло обернуться против своих создателей. Мировые классификаторы до сих пор не признают тектонического и литосферного оружия. Оно считается запрещенным. Официально тектонического оружия не существует. Ни одна страна в мире не скажет, что она обладает тектоническим оружием. Потому что тектоническое оружие – это оружие скрытное. И оно тем эффективнее, чем меньше о нем знают. Очевидно, что разрушения от тектонических бомб слишком велики. И все-таки в СССР над этим проектом продолжали работать целые институты. А испытания проводились на секретных полигонах. В классификации отечественных видов вооружений это оружие присутствует. Американцы, в свою очередь, выделяют его в отдельный вид вооружения. Однако в международных конвенциях, как оружие массового поражения, такой вид вооружения отсутствует. Там общеизвестны бактериологические, биологические, химические виды вооружений, ядерное оружие. Военными была разработана и пошаговая стратегия нападения с помощью тектонических бомб. Оцениваются все точки напряжения на земном шаре. Особенно вблизи территории вероятного противника или на его территории непосредственно. После этого выбирается место, где будет проведен мощный взрыв, допустим, объемного боеприпаса мощного, либо ядерного боеприпаса. После взрыва сейсмические волны, распространяясь как по поверхности Земли, так и внутри Земли, достигают вот этих точек напряжения литосферных плит. И этот мощный импульс, мощные силы, мощные магнитуды вызывают сдвиг этих плит. И результат – катастрофическое землетрясение. Противостоять землетрясению бессмысленно. Подготовиться к нему нельзя. Предугадать время удара возможно только по косвенным признакам политического напряжения между странами. Именно поэтому на данные о сейсмологической и геологической обстановке всегда старались поставить гриф «секретно». Хотя в Советском Союзе знали о самых слабых местах потенциального врага. Это, во-первых, Калифорния, знаменитый калифорнийский разлом. Как и сами американцы говорят, он находится на девятом месяце беременности. Если там инициировать с помощью крупного взрыва соответствующего, так сказать, землетрясения, то там просто Тихоокеанская плита подползает под североамериканскую плиту. Еще в 1970 году в Калифорнийском Лос-Анджелесе началось восьмибальное землетрясение. Причина – ядерные испытания, проведенные американскими военными в 150 километрах от города. Уже тогда стало понятно – любое прямое и правильное попадание тектонической бомбы вызовет в этом регионе Америки глобальную катастрофу. И задача литосферного оружия как раз и состоит в том, чтобы воздействовать ядерным взрывом на тонкую часть опускающегося вот этого пирога для того, чтобы произошел вот этот вот излом. Ну, минимум, половина территории Соединенных Штатов будет уничтожена. И более того, могут оказаться достаточно серьезные последствия для всей Земли, поскольку выбросы будут колоссальными. И значительная часть территории Соединенных Штатов покроется там двух-трехметровым слоем пепла. И ученые, и военные еще в 70-х годах пришли к выводу – атомной войны, как мы понимаем ее в прямом смысле слова, не случится никогда. Никто не будет забрасывать друг друга термоядерными бомбами, хотя бы потому, что нанести удар внезапно не получится, да и территорию противника не хотелось бы превращать в радиоактивную яму. Академик Андрей Сахаров в период Холодной войны предлагал решить все проблемы другим, более эффективным методом. В свое время Сахаров говорил, что там с НАТО разговаривать, положим бомбу в южной части, с северного моря взорвем, и завтра НАТО не будет. Там никаких проблем. Это можно сделать в любой момент. Значит, в будущей войне никаких, конечно, ни танков не будет, ни самолетов. Все это глупости и пустая трата денег. Аналитики прогнозируют, Третья мировая война будет развиваться по так называемому чистому сценарию. И кто-то его уже отрабатывает. Вот использование сценария с подводными взрывами, это экологически чистый сценарий, поскольку вся грязь остается в океане, а на берег выходит только разрушающая волна, как, например, было в Фукусиме. Эксперты ведущих мировых держав уверены, тектонические бомбы и сегодня проходят испытания. Трагедия в японской префектуре Фукусима, где расположена атомная электростанция, напоминает тектоническую атаку. Но кто устроил это землетрясение и цунами? Об этом мы расскажем чуть позже. Там был зафиксирован выброс Сезия 137-го. Так, кстати, место, где произошло землетрясение, получил переоблучение экипаж американского корабля, и вслед за этим волна вышла на побережье. Доказать применение тектонического оружия и вообще геофизического оружия очень тяжело. В России практически отсутствуют станции за наблюдением ионосферы. Поэтому о применении геофизического оружия могут заявить лишь политические деятели, которые в курсе использования этих установок. Кто даст гарантию, что смертники-террористы не захватят самолет и не направят его в нужное место, например, в океане, для разрушения целого государства? Современные технологии позволяют сделать тектоническую бомбу и точно вычислить место удара. Готовить такую бомбу, в общем-то, сегодня может практически любая страна, которая имеет на своей территории атомную энергетику. То есть это примерно 40 стран в мире. И поэтому эта угроза, и это лучше, чем обычная война. Потому что, я повторяю, это, конечно, будет сопряжено с гибелью огромного количества людей, но тем не менее, поскольку вот инициировать волну можно вплоть до тысячи метров. Однако России, в отличие от множества других стран, такая опасность не грозит. И это подтверждают многолетние исследования советских ученых, создателей тектонического оружия. Для нас реальной угрозы не существует. Во-первых, потому что мы расположены на старой литосферной плите, которая образовалась там, да, очень давно назад, вот, скажем, да, даже не сотни миллионов лет тому. Поэтому подвижность ее очень невелика. Кроме того, данные, которые нами получены и в Казахстане, и в Западной Сибири, и на Кольском полуострове в результате сверхглубокого бурения, они позволяют нам заключить, что наша плита мега стабильна. Смотрите далее. Взрыв радиусом 7 тысяч километров. Соединенные Штаты Америки провели испытание такого оружия на ГАИТе. И главная военная тайна СССР. Можно ли остановить наступление Китая? Китай находится в состоянии понятия отсутствия уровня неприемлемых потерь. Поэтому у них возможны любые испытания любого оружия. Кто уже 20 лет трясет нашу планету? Тайвань в 99-м году после землетрясения обвинял Китай в том, что они с помощью тектонического оружия пытаются оказать политическое давление. И где ждать нового удара? До конца 2014 года мы ожидаем землетрясения, которое разрушит частично Лос-Анджелес. Оружие Третьей мировой войны под прицелом находятся все. Во время экспериментов с тектоническим оружием для Третьей мировой войны ученые разделились на два направления. В одном из них продолжили разработки тектонических и литосферных бомб, а другому проекту «Меркурий-18» присвоили высший рамк секретности. «Меркурий-18» предполагал целенаправленный сбор энергии от землетрясений и движения литосферных плит через специальные датчики. Энергия аккумулировалась, как электрический заряд в конденсаторе. И сразу возникла идея. Вот было бы здорово вообще, на самом деле, если бы можно было постараться создать такую технологию, которая позволяла бы выделять накопленное напряжение. И, собственно говоря, вот с этих-то экспериментов, с этих результатов, мы начали эти исследования. Позже этой накопленной энергией можно было выстрелить, как из пушки. В 1978 году Организация Объединенных Наций официально запретила использовать любое геофизическое оружие. К нему относились советские проекты «Вулкан» и «Меркурий-18». Но значил ли что-то этот запрет для сверхдержав? Их подписали не все страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций. И некоторые, вполне логично, принимают, что вот эти процессы, которые цунами, возникшие в результате тектонических двигов, вот снесло в Индонезии, там 400 тысяч человек погибли. Цунами в декабре 2004 года в Индийском океане было признано самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. От гигантской волны погибло более 300 тысяч человек. И специалисты уверены, за гигантской волной стоял кто-то из военных. В Индии я не знаю, кто провел испытания. Дело в том, что там тоже на разломе это было испытание проведено, взрыв. И по картине прохождения я сразу понял, что это был подводный взрыв. Просто по картине, как все это дело развивалось. Потом я получил подтверждение, что это действительно был взрыв. Но что там провел, я не знаю. Могло быть это просто испытанием, поскольку крупные ядерные заряды, кроме нескольких стран, никто не проводил. И тем более подводные испытания. Поэтому это мог бы сделать кто угодно из тех, кто может приготовить. Магнитуда подводного землетрясения достигла отметки в 9 баллов. Эпицентр находился в Индийском океане, к северу от острова Семёлое. Смертельная волна высотой 15 метров накрыла побережья Индонезии, Шри-Ланки, Юга Индии, Таиланда и других стран. Цунами разрушило даже город Порт-Элизабет, который находился в Южноафриканской республике. Вы не поверите. За 7 тысяч километров от эпицентра. Эксперты предполагают, катастрофа, произошедшая в Азии, это результат неконтролируемого использования оружия проекта «Меркурий-18». Тектоническая бомба, по оценке специалистов, не смогла бы вызвать столь значительную волну. А вот накопленной ранее энергией от движения литосферных плит и когда-то прошедших землетрясений мог кто-то воспользоваться. Но кто? После распада Советского Союза многие военные изобретения в той или иной степени оказались рассекречены. Проект «Меркурий-18», которого так боялись за рубежом, как и проект «Вулкан», еще не закончены. Но сегодня расчетами советских ученых обладают сразу несколько стран. И кто из них нажал на курок и освободил накопленную энергию, неизвестно. Приготовить, как я говорил, уже такого сорта заряда сегодня могут очень много стран. После распада СССР прекратила свое существование и научная группа Керимова. Один из его сотрудников через несколько лет оказался в Израиле. А к отцу тектонической бомбы проявили большой интерес японцы. И им удалось найти часть документов проекта «Меркурий-18». Сам ученый, несмотря на интересные предложения о работе, отказался уезжать из страны. Позднее, уже в середине 90-х, на Керимова было совершено нападение, и у него из квартиры исчезли секретные документы. Однако к этой истории хорошо подходят дежурные слова при невыясненных обстоятельствах. Так где же сегодня ожидать удара? И кто первым подвергнется атаке? Это уникальные кадры судебного процесса над чиновниками и строителями с острова Тайвань. В 2002 году многие из этих людей были приговорены к смертной казни. За какие преступления пришлось отвечать этим людям? Глубокой ночью 21 сентября 1999 года почти все население острова Тайвань проснулось от подземных толчков. Землетрясение. В первые же минуты погас свет. Люди бросились из домов на улицу в полной темноте. В давке погибли сотни женщин и детей. А рухнувшие здания стали братской могилой для нескольких десятков тысяч тайваньцев. Мир узнал о трагедии на острове Тайвань только спустя несколько дней. Официальная версия гласила, остров жил слишком обособленно. И поэтому никто не знал, что там случилось. Но в эту информацию поверили далеко не все. Китай достаточно большая страна, с достаточно большим населением. У них нет уровня неприемлемых потерь. Китай находится в состоянии понятия отсутствия уровня неприемлемых потерь. Поэтому у них возможны любые испытания любого оружия. Они, безусловно, будут идти в этом направлении. Военные исследователи уверены, Китай проводил очередные испытания тектонического оружия. Но в какой-то момент эксперимент вышел из-под контроля. Власти Тайваня прямо указали на виновника катастрофы. Тайвань в 1999 году после землетрясения обвинял Китай в том, что они с помощью тектонического оружия пытаются оказать политическое давление. Подобные обвинения, но в адрес другой страны, звучали еще в июне 1990 года. Тогда на юго-западе Ирана погибло более 50 тысяч человек. Власти Восточного государства обвинили Советский Союз в применении тектонического оружия. Дело в том, что эпицентр землетрясения находился в Каспийском море. В общем, были обвинения о том, что таким образом пытаются оказать давление на Иран за то, что он поддержал Армению в Карабахском конфликте. В декабре 2003 года сильнейшее землетрясение разрушило иранский город Бам. На этот раз тектоническое оружие применило еще одна супергоржава. Впоследствии самые серьезные. Многие специалисты считают, что применение Соединенными Штатами Америки в Афганистане, в горных районах бомб объемного взрыва несколько лет назад привело к мощному землетрясению в Иране, когда погибли десятки тысяч людей. Кто украл секретные разработки проекта «Меркурий-18»? Там имеется и определенный военный интерес всех этих государств. Японии, Америки, Франции. И что сегодня нам готовит вероятный противник? Это может быть применено только в том случае, если будет ясно, что Америка готова к нападению на нашу страну. Может ли азиатский конфликт перерасти в мировую войну? Китай сразу же объявил о том, что японцы провели несанкционированные ядерные испытания. Или она уже началась? Смотрите продолжение через минуту. С наступлением нового века Китай все чаще проявляет свои имперские амбиции. Но всей своей силы еще не показывает. Возможно, китайские власти помнят, чем закончился для них конфликт на острове Даманский. И когда несколько тысяч китайцев на наш остров Даманский высадились, первое испытание этого оружия «Град» было на этих китайцев. Они все буквально были сожжены. С тех пор прошло почти полвека. И сегодня китайцы не только сами используют свои наработки экспериментального оружия массового поражения, но и щедро делятся ими с ближайшими соседями – Корейской народно-демократической республикой. Более близкие и тревожные события – это январские испытания ядерного оружия Корейской народно-демократической республики. В январе этого года в третий раз они провели ядерные испытания. Однако все эти ядерные угрозы вряд ли напугают современные сверхдержавы. Куда опаснее скрытое оружие, тектоническое, о котором принято не говорить, а сразу же использовать для устрашения. Сегодня установлено – океанское дно – самая благотворная среда не только для испытаний, но и для прямых ударов по противнику. Кстати, морское дно очень уязвимо больше всего, потому что там тонкая земная кора, там ближе добраться к тем участкам, которые вызовут больше возмущения. С помощью такого дура можно, например, подплыть тайно к стороне недоброжелателей, к стороне цели, значит, с подвидом, например, каких-нибудь испытаний или просто не подвидом ничего. Запустить туда этот инструмент, который погрузится под воду на 20-30 метров в полземлю, и там взорвется, если он несет, например, ядерный заряд. Достаточно. Вода не оставляет следов и быстро нейтрализует компоненты, которые были использованы при взрыве. Именно поэтому эксперты указывают на возможные страны, которые владеют тектоническим оружием. У этих государств обязательно есть выход к морю или океану. И, насколько я понимаю, Франция очень активно участвует, американцы очень активно участвуют, японцы, между прочим, активно участвуют в этих вот испытаниях. Все современные разработки тектонического оружия это наследие советских засекреченных проектов «Меркурий-18» и «Вулкан», считают эксперты. Одни изобретения советских ученых были проданы, а другие украдены. И сегодня любая развитая страна может провести испытания тектонического оружия, но обвинить в этом другую, как это случилось в Японии. Когда произошла фокусима, и Китай сразу же объявил о том, что японцы провели несанкционированные ядерные испытания, это для, так сказать, школьников первого класса рассказы. Естественно, так сказать, тем более, что реакторы были заглужены, не допустить расплавления зоны. И когда Китай заявил, что там было ядерное испытание, это более-менее стало похоже, поскольку для того, чтобы его скрыть, надо было сбросить большие массы грязной воды. Поднебесную действительно несложно обвинить в испытании тектонического оружия. Международных наблюдателей на свою территорию китайцы не пускают, а спутниковое наблюдение Китай умело блокирует другой новинкой вооружения – искусственно вызванными облаками. Он по военным ассигнованиям безусловно опережает современную Россию. У них проблема ядерного оружия и его доставки. И Китай настолько хорошо экономически вырос, что держит даже сателлиты в Северную Корею. Вполне возможно, что трагедия на Фукусиме – целенаправленная атака с использованием тектонического оружия. Однако сами японцы подсчитали – следующее землетрясение произойдет в Лос-Анджелесе в 2014 году. Если мы столь умны, пусть посмотрим, до конца 2014 года мы ожидаем землетрясение, которое разрушит частично Лос-Анджелес. Ну, пусть посмотрим, могут предотвратиться на своей территории. Конечно, нет. Откуда такие сведения у японцев? Кто поделился с ними планами об атаке? Или в стране восходящего солнца открыли новый вид успешного прогнозирования землетрясений? Чтобы получить ответы на эти вопросы, осталось подождать совсем немного. Российские политики смело говорят, что наша страна по-прежнему остается самой защищенной в случае Третьей мировой войны. Космическая разведка есть у нас, у США. Мы вдвоем можем как-то вот заблокировать атаку из космоса. Они по нам не смогут, мы по ним. А подземный удар... Водить уже американцы ничего не могут сделать. И сама Америка, если виноваты там пять тысяч человек, а погибнет 300 миллионов, все города рухнут. Поэтому это самое мощное оружие. Но это может быть применено только в том случае, если будет ясно, что Америка готова к нападению на нашу страну. То есть 22 июня 41-го года... 41-го года больше никогда не повторится. Мы первыми нанесем удар. И тектоническое оружие, и искусственное землетрясение, и цунами, искусственное торнадо. То есть от Америки ничего не останется. Даже выжженной пустыни не будет. Но от чего нам придется защищаться? Какие военные изобретения подталкивают страны развязать Третью мировую? И что за новейшее чудо-оружие создано в России? И впервые доказательство существования тектонического оружия. Трагедия на Гаити в 2010-м. Почему американские военные не допускали спасателей к эпицентру землетрясения? Какие улики они пытались скрыть? Соединенные Штаты Америки провели испытания такого оружия на Гаити. Вы помните, какие это были серьезные последствия. Американцы быстро заняли аэропорт для того, чтобы ни один самолет, в том числе с гуманитарной помощью, не мог сесть в этот аэропорт и не мог посмотреть, что же там делают американцы. И вся правда о трагедии на Фукусине. Кто взорвал тектоническую бомбу? Китай? Соединенные Штаты? Или это были испытания японских военных, которые получили доступ к проекту «Меркурий-18»? Они сказали, что на удалении от Фукусимы, на удалении 150 километров, был произведен подводный ядерный взрыв. Смотрите в заключительной серии уникального проекта РАН-ТВ «Оружие Третьей мировой войны». 12 января 2010 года. Этот день мир запомнит надолго. В пять вечера по местному времени с острова Гаити стали приходить страшные сводки. Три миллиона пострадавших, почти полмиллиона погибших. И все это за один день. Жертв было так много, что их не успевали перевозить в морги и хоронить. А потому складывали прямо вдоль обочин дорог. Сильнейшее землетрясение стерло с лица земли столицу Гаити – Порто-Прэнс. Миллионный город сложился, как карточный домик. Что это было? Внезапная ярость природы или секретные испытания тектонического оружия? И кто мог решиться на такой чудовищный эксперимент? В любом случае, опыт удался. Разрушения произошли в считанные секунды, а число жертв сравнимо с потерями в кровопролитной войне. Эти же заряды с точки зрения стоимости они практически бесплатны, поскольку одной основой взрывчатки, ну там, собственно, две, тормоядины взрывчатки, дейтерит литий-6 и обычный отвальный уран 38-й, который везде лежит, с которым не знают, что делать. А что, если это и есть начало настоящей войны? Президент Венесуэлы Уго Чавас сделал сенсационное заявление. Землетрясение в Гаити было огромным и кровопролитным испытанием оружия войны третьего тысячелетия. Однако, вот судя по работам американских военных, стратегов, политиков, они ожидают войну нового поколения. Войну с применением очень такого высокоточного оружия, поражающего определенные цели именно на ядерной основе, на основе других физических принципов. эпоха ядерного сдерживания, она уже как бы ушла, уходит. Землетрясение по заказу. Кто раскачивает нашу планету? Это один буйзарет, там весом около ста килограмм. Американский четвертый флот. Рассекреченное оружие третьего тысячелетия. Инициировать, так сказать, землетрясение в районе Персидского залива. Бесконечная зима и аномально жаркое лето. Кто управляет погодой? Можно затапливать дождями Западную Европу, вызывать засухи в Испании, во Франции. Охота на человечество открыта. Как создают оружие будущего? Например, закачки воды под верхней землей. Ну, в общем, шахты специальные. Как бы технологией не является оружием, но она может применяться как оружие для того, чтобы что-то там разрушено. И тайная карта мира. Кому придется умереть в первом. Цунами смывает все восточное Погорежье. А потом происходит внутри еще тектонический взрыв, ибо пласт на пласт найдет, и это все вызовет страшную катастрофу. После землетрясения сводки с Гаити напоминали фронтовые. 13 января 2010 года президент страны заявляет о 30 тысячах погибших. Общее число погибших может превысить 100 тысяч человек. Но очевидцы и журналисты, работающие на месте катастрофы, утверждают, жертв и разрушений гораздо больше. Все чаще звучит слово апокалипсис. И вот появляются первые подозрительные факты. Бразилия, Франция и сразу несколько благотворительных организаций обвиняют Америку в том, что армия США, взяв под контроль аэропорт в Порто-Пренсе, не позволяет приземлиться самолетам с гуманитарной помощью и спасательным командам. Но зачем это американским военным? Может быть, они хотели уничтожить какие-то улики на месте катастрофы? Механизм использования сейсмически напряженных зон связан только с одним. Чтобы замаскировать ядерный взрыв и навести тень на плетель. Хотя специалистам сразу понятно, был взрыв или нет. Вскоре прозвучало сенсационное заявление президента Венесуэлы Уга Чавеса. Землетрясение на Гаити было спровоцировано техногенными факторами. И в него есть. Доказательства. Почему не видят что-то авиаторизм нордеамериканцев? Это один бойзаряд весом около 100 килограмм. И этого вполне достаточно для того, чтобы вызвать какие-то крупные геотектонические процессы. Чавес ссылался на секретный доклад российских военных. И если все сказанное им правда, то это может означать только одно. Третья мировая начинается. В докладе говорится землетрясение на Гаити результат испытаний нового оружия ВМФ США. Именно его американцы собирались использовать для нападения на Иран. Конечная цель этих испытаний разрушение Ирана с помощью серии землетрясений, призванных свергнуть исламский режим. Я не исключаю, что такого сорта взрыва могут быть проведены. Ну, если бы я был, например, советником Обамы, я бы ему рекомендовал провести такой взрыв, инициировать, так сказать, землетрясение в районе Персидского залива. Некоторое время пережить на сланцевом газе пока все остальные. Но если цена на нефть прыгнет до 500 долларов Собара-Литов, все развивающиеся страны, естественным образом, так сказать, не выживают. Свои заявления Чавес подкреплял сенсационными доказательствами. За действиями американцев в Карибском море российский флот следил с 2008 года. И катастрофа в Гаити утверждается в докладе не первое испытание этого оружия. Накануне в Тихом океане было еще одно искусственное землетрясение силой в 6,5 баллов. Весьма вероятно, что США знали об ущербе, который будет нанесен, потому что направили на Гаити командующего южного направления генерала Кина для наблюдения за оказанием помощи в случае необходимости. Могли ли американские спецслужбы и в самом деле проводить секретные испытания? И можно ли считать началом войны третьего тысячелетия? С землетрясениями, цунами, извержениями вулканов и засухой мы сталкиваемся все чаще. Раньше раз в несколько лет. Теперь каждый год. Может быть, это и есть начало апокалипсиса? Ведь спасение от оружия Третьей мировой пока еще никто не придумал. А изготовить такую бомбу в общем-то сегодня может практически любая страна, которая имеет на своей территории атомную энергетику. То есть это примерно 40 стран в мире. И это лучше, чем обычная война. Это, конечно, будет сопряжено с гибелью огромного количества людей. Но, тем не менее, поскольку инициировать волну можно вплоть до тысячи метров. Сейсмологи уже точно установили, причиной трагедии на Гаити стали неожиданные движения земной коры в зоне столкновения Карибской и Североамериканской литосферных плит. Могли ли эти подвижки быть вызваны направленными подводными взрывами? Будущие войны не будут, естественно, вестись с помощью бросков атомного оружия, взаимных бросков, поскольку это сделало просто невозможным проживание на земном шаре. Сейсмические толчки, предшествовавшие землетрясению на Гаити, действительно были не первыми. Всего за несколько дней до этого подобные явления наблюдали в соседних Венесуэле и Гондурасе. По мнению авторов секретного доклада, они имели один и тот же источник. Причиной этих толчков могли быть мощнейшие искусственные сейсмические вибрации в Тихом океане. Это движение останавливается, там накапливается напряжение, а вся плита ползет, и в конце концов здесь происходит срыв с излучением энергии в виде сейсмических волн. То есть можно вызвать землетрясение, не вызвать, а инициировать его там, где оно уже подготовлено. Кроме того, последствиями этих секретных испытаний могло быть и сильнейшее землетрясение в китайской провинции Сычуань силой 7,8 балла, произошедшее 12 мая 2008 года. Для искусственного землетрясения требуется только напряжение в земной коре. Эти зоны, где существует напряжение в земной коре, я физикам давно известен. для их разрядки требуется не тонны взрывчатки, а требуется воздействие на зоны этого напряжения. Но это еще не все. В том же самом докладе Чавеса говорится о четвертом флоте США, секретном подразделении, которое было сформировано еще в 43-м году и просуществовало вплоть до 50-го года. Но в 2008-м по неизвестным причинам четвертый флот был сформирован снова, несмотря на протесты руководителей Бразилии, Аргентины, Венесуэлы и Мексики. Мексика предъявляла всякие претензии штатам, что у них происходят разрушительные землетрясения благодаря тому, что происходят испытания ядерные в Калифорнии. К зоне ответственности четвертого флота относятся Карибский бассейн, Центральная и Южная Америка. В первый же год активной деятельности американских военных здесь стали происходить загадочные события. Тектоническое оружие прямо или не прямо применялось в цунами, которое произошло в Индонезии, потому что на месте тектонического разлома в это время находился американский флот. Известный итальянский сейсмолог Джан Пауло Джулиани, предсказавший шестибольное землетрясение в Обродце, полагает, что если бы землетрясение на Гаите носило естественный характер, жертв было бы разуменьше. Землетрясение спровоцировано искусственно. Если бы оно было природным, данные о нем имелись бы у нас за 10 часов до катастрофы. Но все было тихо до тех пор, пока в район не зашли три американских эсминца. Землетрясение в Китае, неожиданное пробуждение спящего вулкана в Чили, и, наконец, страшная волна сейсмоактивности в самом начале 2010-го. Неудивительно, что многие ждали от президента Венесуэлы продолжения сенсационных разоблачений. Но внезапная и очень странная смерть Урга Чалоса как будто закрыла этот вопрос. Секретные документы российских военных, на основе которых президент делал свой доклад, исчезли. Больше на эту тему никто заговаривать так и не решился. Секретный четвертый флот. Чудовищный эксперимент и гибель сотен тысяч людей. Тайное оружие России. Готовы ли мы к Третьей мировой? Ну, мы не можем ведь рассказывать о том, в каких лабораториях разрабатывается оно, какие уже есть наработки. И мрачное будущее нашей планеты. Большую притягательность для военных и для спецслужб приобретают геноцидные войны. Продолжение через минуту. Не пропустите! Это очень важно. Третьей Третьей По данным Стокгольмского института проблем мира, тематика тектонического оружия засекречена и активно исследуется в США, Китае, Японии, Израиле, Бразилии. Но ни одно из государств не признает, что владеет тектоническим оружием. Тем не менее, с каждым годом появляются все новые и новые доказательства его существования. Наша планета является упругим, деформируемым телом и находится в состоянии неустойчивого динамического равновесия. Главное при нанесении тектонического удара поймать нужную волну. Новое оружие может воздействовать точечно и поражать только те территории, которые представляют стратегический интерес для государства, планирующего сверхсекретную военную операцию. Мы уже вступили в эру, когда большую притягательность для военных и для спецслужб приобретают геноцидные войны. То есть войны, подчеркиваю, в отличие от высокоточного оружия и того оружия, которое применяется в высокоточных военных операциях. Сила тектонического оружия еще и в его простоте. Ведь им может быть все, что угодно. Главное, чтобы это средство вызывало вибрацию земной коры. Самым удобным местом для провокации землетрясения являются зоны океанического спрыгинга. Там, где океаническая кора подконтинентальную заходит. Начиная с юга, это Аргентина, Чили, Мексика, сами США, восточная часть России, Япония, Китай. Взрывы, специально устанавливаемые в определенных местах, прежде всего в подземных выработках, сейсмовибраторы, а также закачивание большого количества жидкости вместо тектонической напряженности. Все это может привести к гибели сотен тысяч людей. Например, закачки воды под верхней землей, ну, в общем, в шахты специальные. Как бы технология не является оружием, но она может применяться как оружие для того, чтобы что-то там разрушить. Для того, чтобы вызвать хаос на территории соседнего государства, иногда достаточно произвести взрыв на своей территории. А дальше пойдет тектоническая волна, которая вызовет разрушение по принципу карточного домика. Получается, не просто двиг, ты передаешь вот этот энергетический поток, и вся вот эта система начинает вибрировать. А коли она начинает вибрировать, происходит возбуждение, и вы можете получить, потому что в свое время там французы в Тихом океане проводили, и потом, в принципе, я думаю, и сейчас тоже кто-то вот так где-то намеками, да, это все существует, и это очень опасно. Очень простой фокус наглядно демонстрирует саму возможность реализации такой идеи. Наполнив бутылку водой под завязку и резко ударив ладонью по горлышку, можно с легкостью вышибить у бутылки донышко. Жидкость, как известно, плохо сжимаема, поэтому направленный, не слишком большой гидродинамический удар в состоянии вышибить в самом слабом месте часть оболочки. Здесь, понимаете, еще очень важный вот такой щелчок, крючок, который запускается, да, и тогда уже какие-то процессы бывает очень трудно остановить. Возможно, да. И наши работают над этим, сейчас они не скрывают, вот сейчас очень активно. Соединенные Штаты находятся на так называемой планетарной катапульте, единой литосферной плите, которую можно легко перевернуть в любой момент. Вот она, та самая удивительная кнопка, поселение знаменитой красной кнопки из ядерного чемоданчика. Все готово, готово все. Инструкции готовы по применению. Но не только приказ верховного главнокомандующего. Одно слово. Начать! Все. Кнопка нажимается. И в несколько минут можете посмотреть из космоса. Два океана соединились. А Америку будет внизу. В 1999 году на научном полигоне близ неприметного городка Бабушкино, что на южном Байкале, был построен огромный металлический агрегат. Есть лишь редкие кадры этого секретного устройства. Как и лучшие образцы советской оборонки, оно было двойного назначения. Для одних это аппарат, с помощью которого изучают природу землетрясений, для других тектоническое оружие нового поколения. Сейсмовибратор. ЦВО-100. Это оружие надо было замаскировать, видимо, где-то там, ну, неглубоко в земле, да. И в случае мировой войны, скажем, с американцами, по команде, по радиокоманде, можно было этот, как бы, источник вскрыть. Сейсмовибратор представляет собой 100-тонное металлическое сооружение, которое, раскачиваясь, создает стабильный сейсмический сигнал. Просто здесь вместо лома большая 100-тонная плита, которая поднимается и падает, поднимается и падает, поднимается и падает. Она создает вот такой вибросигнал, который уходит на сейсмостанцию. То есть принцип предельно примитивный, но само оборудование, конечно, ну, представляете, 100-тонную плиту надо поднять. Правда, по официальной версии, имеющиеся сейсмовибраторы слишком слабы для того, чтобы использовать их в качестве тектонического оружия. И нужны они для гашения землетрясений, а вовсе не для того, чтобы их вызывать. Сейсмовибраторы, которые находятся на районе Байкала, такой мощностью не обладают, потому что эта мощность должна быть сопоставима с силой взрыва нескольких десятков тонн протива. Но с другой стороны, какое еще может быть официальное объяснение, если ни одна страна в мире пока не призналась в наличии тектонического оружия? Сверхсекретные разработки Третьей мировой. Что испытывали на Байкальском полигоне в конце 90-х? Правда ли, что американцы украли у России климатическое оружие? Да, построили на Аляске. Прежде всего, это главная наша, как бы, угроза мира и России. И тайна атаки на Фукусиму. Кому выгодна авария на атомной станции? Ну, поскольку объявить японцам тоже было нельзя в прямую, в этом была устроена эта комедия Фукусима. Не пропустите продолжение. Такого вы еще не видели. Эксперты предполагают, что информация о литосферном или тектоническом оружии появилась не на пустом месте. Еще в 90-е годы на геофизических полигонах на Памире в Таджикистане и в Киргизии на Северном Теньшане проводились испытания установок, способных повлиять на земную кору. Установка называлась импульсный магнитогидродинамический генератор, сокращенно МГД-генератор. Сейчас о ней говорят многие исследователи. Сделаны были МГД-генераторы для того, чтобы запитывать мощными импульсами лазеры летящие. И вот этими лазерными импульсами это, ну, считайте, что это вот такое космическое оружие. Эту установку разработали еще в середине 70-х ученые институтов Академии наук СССР. Можно вот с помощью пороховых зарядов МГД-генераторов генерировать очень мощные импульсы тока. Генератор устанавливался на машину, перемещался в любую точку и в нужном месте вырабатывал электрическую энергию в импульсном режиме. Ток подавался в земную кору и изменял ее состояние. То есть воздействовать на сейсмо активность можно было в любом месте. В результате исследований был установлен любопытный факт. Во время испытаний количество сильных землетрясений вблизи генератора уменьшилось, а количество слабых возросло. То есть если увеличить мощность прибора, то этих самых слабых колебаний может хватить на небольшой, а может быть и на вполне серьезный катаклизм. Когда МГД-генератор работает, то возникает и микроземлетрясение, и гораздо более сильные занесения. И открываются разломы, которые мы считали, что разлома нет, в подальше активности вдруг он активизируется. Аналогов такой машины в мире до сих пор нет. Технология ее изготовления российская ноу-хау. Американцы пытались повторить у себя подобный проект, но даже до испытаний дело не дошло. Что же тогда случилось на Гаике в 2010 году? Может ли сам факт страшного землетрясения говорить о том, что Третья мировая война уже началась? Эксперты полагают, американские военные продолжают испытания геофизического оружия. Но как оказалось, не только они. Ведь советские разработки по созданию искусственной вибрации земной коры сверхсекретного проекта Меркурий-18 оказались в руках японских спецслужб. И у многих есть уверенность, что землетрясение и последовавшая за ним авария на Фукусиме результат испытаний мощнейшего оружия. Эта идея широко и интенсивно везде рассматривается, изучается и более того начала, насколько я понимаю, применяться. Ну вот уже по существу проведено два таких крупных испытаний. Это в Индийском океане в четвертом году, когда 300 тысяч человек погибло. И второе это инцидент с Фукусимой. К нам в руки попали вот эти секретные спектрограммы японских испытаний. Можно ли считать их доказательством того, что скоро появится еще один игрок с оружием, способным уничтожать целые страны? Как видно из этих графиков, излучение на частоте 2,5 герц началось 8 марта 2011 года и продолжалось до 11 марта, дня, когда началось землетрясение, вызвавшее разрушительное цунами. О последствии этих опасных волновых воздействий известно слишком хорошо. Ученые уверены, именно эта частота излучения свидетельствует, катастрофа была создана искусственно. Еще раз внимательно вглядитесь в графики. Здесь отчетливо видно, что вибрации произошли внезапно, слишком резко для естественного хода вещей. Если бы землетрясение носило природный характер, кривая начала изменяться бы гораздо раньше и более плавно. Землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в 14.46 по местному времени. Япония сейсмонеустойчивый регион. Но подобных землетрясений не было ни разу за всю историю древнейшего государства. Это сильнейшее землетрясение также признали четвертым по силе за всю историю сейсмических наблюдений в мире. По данным ученых, сработало тектоническое оружие. На западе его называют ХААР. как раз к тому моменту Курком в этот момент находилась плавучая платформа системы ХАР. Которая и его излучение было зафиксировано всеми наблюдателями и оно совпало с моментом землетрясения практически. То есть несколько часов работала эта установка после этого началось землетрясение. следом за этим островное государство накрыло огромная волна цунами. Природный катаклизм вывел из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы атомной станции Фукусима. Это привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые же дни аварии. Американский независимый исследователь доктор Саль выдвигает свою версию аварии на Фукусиме. Он утверждает, что землетрясение было вызвано вовсе не экспериментами японских военных. Это была внезапная атака спецслужб США. Именно они с помощью Харпа нанесли уже второй после Гаити спланированный удар. И этому по мнению доктора Саля есть важные экономические причины. Это было самой большой сенсацией в мире техники. Одна из японских автомобильных корпораций представила так называемый бестопливный мотоцикл. В его основе был чудо-двигатель, который работал вообще без бензина. Японцы были готовы начать массовое производство этого мотоцикла, а на его основе создать уникальный автомобиль. По мнению доктора Саля, кроме прямой угрозы американскому автопрому, это еще ставило крест на перспективах нефтяного влияния США, ведь Америка уже давно пытается завладеть энергоресурсами на Ближнем Востоке, а дешевый бестопливный японский автопром рушил все эти планы. Да, могу сказать, что есть такие точки, где мы можем хлопнуть в ладошки и сойдет лавина или камнепата сыпется. Если внимательно посмотреть на спектрограмму, вы можете увидеть вертикальную красную линию. Это момент, когда землетрясение произошло. Волны, которые вы видите, это все, что происходило после этого. На спектрограмме заметно излучение постоянной частотой 2,5 Гц, зарегистрированной магнитометром. По мнению экспертов, сигнал частотой 2,5 Гц является свидетельством того, что землетрясение было вызвано искусственно. На диаграмме этот сигнал четко зафиксирован до, вовремя и после землетрясения. Эксперты прямо называют источник искусственных землетрясений в Японии и на Гаити. Это так называемый ХААР. Программа исследования ионосферы высокочастотным воздействием. Сверхсекретный американский глобальный проект по изменению климата и земного ландшафта, который женским оружием. Есть версия, что сильнейшие снегопады сушливы. На совещании, которое проходило в Академии МЧС, я сказал, что нас поджигали. Это только катастрофа. Пользовались тем, что и так засуха, и так естественные пожары возникают. Направляли эти пожары, поджигали новые пожары, производили. И мы сильно пострадали от пожаров. А перед этим то же самое произвели в Греции. Знаменитая система ХААРП расположена на Аляске. С виду это огромное в 14 гектаров поле, утыканное как подушечка для игл 180 антеннами и 360 радиопередатчиками. В высоту эти иглы 22 метра. Об этом таинственном антенном комплексе вспоминают каждый раз, когда на Земле случается очередная погодная аномалия, природная или техногенная катастрофа большого масштаба. Да, построили на Аляске, прежде всего, это главная наша как бы угроза мира и России. Система антенн, 360 башен, там имеются излучатели, эти стенды, называются они нагревательные стенды, да. Это компактное лучевое оружие. Американцы уверяют, этот комплекс построен для изучения полярных сияний. Но почему же тогда он принадлежит военным? Создав такой чудовищный торнадо и направив его, скажем, на крупнейшие мегаполисы, это вызовет очень большую катастрофу и ядерным ударом снеслись. Призванные изучать не самые сложные природные... То есть сотни тысяч киловатт уходит, которая потом переизлучается в какую-то конкретную точку, в результате чего создается так называемая линза ионизированного газа, которая и создает эффекты или очень холодной зимы, или очень жаркого лета. Некоторые военные специалисты считают, что это мощнейшее геофизическое или ионосферное оружие в мире. Этот факт подтверждает и простая хронология. По некоторым данным, сильнейшие катаклизмы в мире начались после 1997 года, когда станция была запущена в работу. Вот их короткий список. 1997 и 1998 год. Ураган Эль-Ниньо бушевал над многими городами. Общая сумма ущерба составляла 20 миллиардов долларов. 1999 год. Землетрясение в Турции магнитудой 7,6 балла погубило 20 тысяч человек. 2003 год. Ураган Изабель. Названный самым мощным и самым смертоносным унес жизни нескольких тысяч человек. 2008 год. Пробуждение вулкана в Чили, спавшего сотни лет. В 2010 извержение вулкана в Исландии, вызвавшего авиаколлапс в Европе. И, наконец, страшное засушливое лето 2010-го в центральной части России, а также Фукусима. Не слишком ли много для простого совпадения. Связывает с ХААРПом, что это идет разработка оружия, которое, в частности, было применено в отношении России летом 2010-го года, когда стояла небывалая засуха, жара. Два месяца стоял такой блокирующий антицикл. Никогда раньше он не стоял. Это еще директор гидромедслужбы Роман Вильям заявил, что такой засухи не было 5000 лет назад. И вот 1997-го года на земле матушки начались неприятности в виде торнадо, смерчи, ураганов, жуки, которые Америку, кстати, говорят, тоже затронули. Немножко изменилось течение морское, там, гольстримы. Ну, понятно, пробовать-то надо, как вот эта штука-то работает. Смотрите далее. Убийственное лето 2010-го. Кто проводит на вас и ваших детях эксперименты? Тайная операция «Фальшивый флаг». Эксперимент по уничтожению человечества и забытая станция на Аляске. Какое невероятное оружие скрывается во льдах? Смотрите продолжение через минуту и узнаете все тайны. Данные сразу нескольких разведок могут шокировать. У американцев есть скрытая цель – глобально изменить погоду и земной рельеф к 2025 году. Но сколько придется для этого еще провести разрушительных испытаний? Можно затапливать дождями Западную Европу, вызывать засухи в Испании, во Франции можно. А можно такие же эффекты вызывать не над Москвой, а над Пекином. Аномальная жара в Центральной России имела довольно много странностей. Если задуматься, то египетский зной стоял чересчур долго и слишком уж точечно. Я даже не знаю, что сказать, вообще ужас, кошмар какой. Но в то время, как в Москве жара достигала 35-36 градусов, в Берлине было всего 18, в Париже 20 градусов тепла, в Вене тоже 20, Европа наслаждалась прохладным и комфортным летом. Были поджоги именно в болевых точках, где у нас ядерная промышленность сосредоточена, где физические городки, в Арзамасе, с какой стати, Арзамас, ты говоришь, с какой стати, тот же Озерский, я вам говорю, ну и так далее. Оказывается, накануне убийственно-жаркого 2010 года в космос был выведен новый американский беспилотный космический корабль Х-37Б, способный нести мощное лазерное оружие. Что же тогда получается? Третья мировая уже началась, а над территорией нашей страны в самом деле могли испытывать новейшее и сверхмощное оружие. Вызывается посол США в данном случае и ему делается заявление, что вы пытаетесь над Москвой создать антициклон, который принесет нам большие экономические потери. Мы считаем это недопустимо. Если вы не прекратите эту операцию, может быть, в научных целях, то мы вынуждены принимать то или иное асимметричное наше оружие. Некоторые эксперты полагают, что это был очередной этап американского проекта под кодовым названием фальшивый флаг. Того самого, что спровоцировал трагический исход на Фукусиме. И когда случилось в Фукусиме землетрясение, потом цунами, потом, значит, радиационная беда, общественные, международная все-таки потребовала от ХАРП, от военных американских, то, что ХАРП, это все-таки под эгидой ВВС идет, естественно, вот, ну, предоставить какие-то данные. Цель этой операции снижение количества жителей на земном шаре и в конечном итоге получение полного мирового господства. А первым этапом фальшивого флага было создание аварийной ситуации на Чернобыльской АЭС. Оценки говорят о том, что на земле должно бы быть для устойчивого развития, я бы сказал, для комфортного проживания около двух миллиардов человек. Значит, получается так, что пять миллиардов уже сегодня являются лишними. Они лишними не потому, что они плохие, а потому, что земля не выдерживает такой нагрузки. Об этом секретном проекте ходили слухи в закрытых военных лабораториях еще во времена Советского Союза. Теперь уже можно признать, знаменитый американский ХАРП был построен как отчаянная попытка защититься от мощнейшего климатического оружия СССР. Загадочного и опасного проекта СУРА, который мог разрушить не просто город, а целый континент. Это большая сетка составлена из отдельных антенн, скажем так, и складываясь определенным образом, создавая определенные возмущения, посыл, общий сигнал, то, что это огромная территория. Принципиальное отличие СУРы от ХАРПа состоит в том, что проект ХАРП предполагал создание антенных систем, позволяющих концентрировать излучения от нескольких десятков и сотен антенн в локальной области. Самый разрушительный в истории США ураган Катрина в августе 2005 года полностью затопил два города и нанес ущерб в 125 миллиардов долларов. Вскоре после этого американский метеоролог Скотт Стивенс сделал сенсационное заявление. Ураган был искусственно создан российскими военными специалистами с помощью секретного погодного оружия, основанного на принципе электромагнитного генератора. Российский погодный объект сопоставим по мощности с американским ХАРПом и находится в самом центре страны. В глухом месте на Шибе в 150 километрах от Нижнего Новгорода на площади 9 гектаров так же, как на объекте ХАРП стоят ровные ряды 20-метровых антенн. В центре антентного поля расположен рупор-излучатель. На краю поля здание радиопередатчиков и трансформаторная подстанция. Чуть вдалеке лабораторный и хозяйственный корпус. Это у нас установка для наблюдения это сигнал спутника в руководе по зоне для того, чтобы проверять изменение профиля под воздействием сигналов мощных передатчиков. Она необходима для того, чтобы знать на какой высоте делать, на какой работать. Сегодня все это выглядит как заброшенный полигон. Но на самом деле легендарная СУРА по-прежнему работает и представляет стратегический интерес планетарного масштаба. Ну вот это все функционирует. Она может и сейчас работает, потому что иногда прогон включается его и они пишут и пишут и пишут. Потом ее берут и смотреть, как меняется просто для интереса. Принципиальное отличие СУРЫ от ХАРПа в том, что наша установка находится в средних широтах, а не в полярных. Может быть, тогда и в самом деле интерес здесь не чисто научный. Ведь официально американцы изучают северное сияние. Наши ученые ионосферу. Но вот незадача. Объекты подозрительно похожи друг на друга. И в связи с этим некоторые американские ученые также приезжали к нам на СУРУ и тестировали свою аппаратуру. Вот такая история. В начале 80-х, когда СУРУ только запускали, в небе над стратегическим объектом наблюдались аномальные явления. Многие видели странные свечения, горящие красные шары, висевшие неподвижно или с большой скоростью проносящиеся в небе. Но это были не НЛО, а люминесцентное свечение плазменных образований. Если направить остронаправленную антенну на ионосферу, происходит сильнейший нагрев ионосферы. И гипотетически выдвигается предположение, что могут при этом возникать плазмоиды. Эти плазмоиды мы часто видим. Их принимает за неопознанную летающую объект. Предполагается, что гипотеза НЛО это и есть то климатическое оружие, которое используется в США. Сейчас комплекс работает всего 100 часов в год. Только один день интенсивной работы может лишить полигон месячного бюджета. Американцы проводят эксперименты на ХАРП по 2000 часов в год. То есть в 20 раз больше. если же аналогичная станция будет построена где-то в районе Южного полюса, то вся планета станет под опасное воздействие или возможность опасного воздействия, неконтролируемого никем. Исследователи утверждают, что эта программа СУРА является устаревшей, а в России уже проводятся испытания такого мощного оружия, что американцам и не снилось. Правда, что это за оружие пока неизвестно. Как говорят, это будет напоминать зомбирование и создание биороботов. СУРА, которую мы бросили много лет тому назад как бесперспективное направление, как направление, которое является не настолько эффективным, как те средства, которыми мы располагаем на сегодняшний день. мы его бросили несколько десятков лет. Эту СУРу уже зарабатывает, поэтому свой харп они ради бога разрабатывают. У нас уже пройденный этап. Смотрите далее. Секретная карта мира. Каким странам грозят цунами, наводнения и землетрясения? И наш асимметричный ответ. Они не могут агрекаться. Мы можем. Мы чуть-чуть наклоним ее, и весь северо-американский континент скроется под водой. Ядерная угроза больше не страшна? Кто и где испытывает оружие третьего тысячелетия? Ведь сейчас в следующей войне грядущей стирается граница между фронтом и тылом. Не будет никакого радиоактивного заражения, где, может, даже все люди останутся, но люди будут уже зомбированы, биороботы. Финал программы будет интересным. Не переключайтесь. наше распоряжение попала вот эта сверхсекретная карта. На ней четко обозначены зоны, которым теоретически грозит геофизическое оружие. Красным обозначены пробуждающиеся вулканы. Синим цунами. Голубым зоны затопления. А серым опускание плит. Таким образом, получается, что отныне привычная картина ядерной зимы безнадежно устарела. А сами стратегические ядерные силы скоро перестанут быть аргументом в политическом противостоянии. Мотивация очень простая. Если в настоящее время противоракетная оборона Америки направлена против России, противоракетная оборона России против Америки, так вместо того, чтобы, откровенно говоря, заниматься противоракетной обороны, нужно создать для Земли планетарную угрозу. Монополией на настоящий Армагеддон располагает только Россия. Причем экспортировать эту методику просто невозможно, потому что она привязана к нашим географическим особенностям. Они не могут американцам. Мы можем. Мы чуть-чуть наклоним ее, и весь североамериканский континент скроется под водой. Это самая, как я бы сказал, благородная смерть. Тихо, спокойно, тише, чем в крематории. Медленно опускается, ночью это будет сделано. люди спят. Медленно континент ушел на воду. Все. И гладь. Системы эти тщательно скрываются и официально не признаются. Но, возможно, именно потому ядерное оружие, которым грозит теперь Северная Корея, не заставляет нервничать ни дипломатов, ни военных экспертов. Ведь сейчас в следующей войне грядущей стирается граница между фронтом и тылом. Но, приемлемо, это не ядерная война, где все радиоактивно заражено, и оккупация противникам зараженной территории сама по себе опасна. Поэтому это будет оружие, где не будет никакого радиоактивного заражения, где, может, даже все люди останутся, но люди будут уже зомбированы, биороботы. Перспективы использования оружия третьего тысячелетия гораздо страшнее ядерного взрыва. Во многом из-за своей непредсказуемости гораздо большей разрушительной силы. Если использование ядерного оружия в достаточной степени процедура коллективного решения, то применение литосферного оружия зависит от совершенно небоевых приказов, которые могут быть отданы даже без объявления повышения боеготовности вооруженных сил. Применение литосферного оружия не слишком распознаваемо. По крайней мере, до самой катастрофы никто так и не поймет, что произошло и чего следует опасаться. Хватит ни одного государства это дело все организовать. Поэтому, когда мы говорим о литосферном оружии, в том числе о ядерной земле, я технические это отличаю. Хотя, как они называют, может быть, какой-нибудь теорист, бы и мог бы это в какой-то степени использовать. Кроме того, использование подобного вида оружия скорее всего приведет к непредсказуемым последствиям, которые угрожают отдачей по самим инициаторам удара. Ведь земля, ее литосферные плиты и вся природа у нас одна на всех. Что же будет, если вдруг начнется тектоническая война? Движение плит вызовет наводнение, сильнейшие цунами и землетрясение. Следствием чего станет так называемая ядерная зима. Когда из-за плотных облаков, вызванных катастрофичными разрушениями, не смогут пробиться солнечные лучи, а температура воздуха упадет в среднем на 15 градусов. И тогда настанет настоящий конец света. Предвестников апокалипсиса мы видим уже сейчас. Затяжные снежные зимы, летняя жара, цунами, наводнение и землетрясение. Но все-таки у человечества есть надежда, что испытания грозного оружия будут остановлены, а научные разработки будут использоваться во благо. Например, для своевременного и точного предсказания стихийных бедствий. А может быть, и для их предотвращения. В нашей стране есть три особых чемоданчика. Один у верховного главнокомандующего, другой у начальника генштаба и третий у министра обороны. Если поступит сигнал сразу от двух, будет нанесен ядерный удар. Сегодня, когда в мире вновь открываются уже слегка заржавевшие люки ядерных шахт, и страны грозят друг другу превентивным ударом, кажется, страшнее ядерного оружия ничего и быть не может. На самом деле может. Против него бесполезны новейшие ракеты-перехватчики и различные электронные установки. Совершенное разрушительное оружие уже готово к использованию. Ураганы, землетрясения и наводнения, которые сметают все на своем пути, вызывают аварии на атомных станциях и панику сотен тысяч людей. Все это новое тектоническое оружие. И глядя на катастрофы последних лет, можно предположить, ведутся активные испытания и проверки новейших средств уничтожения человечества. Или мировая война незаметно уже началась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня секретный план академика Сахарова по уничтожению Америки. Он предложил подплыть к восточному берегу США подлодки, ну, со стороны Кубы на подлодке, и там заложить ядерный заряд. Ядерные заряды на дне океана. В побережье западного США заложены ядерные фугасы, которые, могут быть, взорваны. Да вообще под воду уйдет весь североамериканский континент. И кто побил всемыслимые рекорды погружения на глубину? Подводная лодка способна достичь любой точки мира, в том числе и технических лет. Военные эксперименты над природой. Огромная антенна своего рода позволила сжечь любой объект на подлете. Искусственные цунами и направленные землетрясения. Очень часто такие операции оставлялись под руководством КГБ СССР. И новое оружие ядерного возбезда. Если подпрывает авианосец в Кирсидский залив, если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью там одна миллисекунда и реактор взрывает. Смотрите уникальный проект РЕН-ТВ Оружие Третьей мировой войны. Фильм Начало. Взрыв В мае 1945 года фашистская Германия полностью капитулировала. Но мировая война на этом не закончилась. Оставалась вооруженная до зубов Япония с ее многочисленной храброй и хорошо обученной армии. Чтобы избежать неминуемых потерь, советские генералы предложили Сталину провести уникальный блицкрик. Сбросить в жерло вулкана Фудзияма. Как направить силы природы на врага? Гидрофизический флот самый крупный, крупнейший в мире. В общем-то, он составлял несколько сотен дней с белых кораблей, которые были с военными экипажами. Искусственные цунами, землетрясения, наводнения. И новое оружие ядерного возмездия. Подпрывает авианосец, Персидский залив. Если он плывет, его уничтожают. Просто импульс длительностью одна миллисекунда, и реактор взрывает. Уникальный проект РАН-ТВ. Оружие Третьей мировой войны. Фильм «Начало». В разгар холодной войны Никита Хрущев решил продемонстрировать обещанную американцам Кузькину мать. Гений советской физики и изобретатель водородной бомбы Андрей Сахаров предложил уничтожить врага управляемым цунами, которое можно было запустить из Тихого и Атлантического океанов. В океане на дне каньон, продолжается русло этой реки, на очень большое расстояние. И если вот в этот каньон заложить такой заряд, ну, подводная лодка там приходит тихонечко, либо корабль проплывает, опускает там, не важно. На достаточно большом удалении это можно сделать. Значит, опускается туда заряд, взрывается, и вдоль каньона выходит волна там до тысячи метров на Нью-Йорк. Если расчетная глубина для закладки заряда была слишком велика, то его предполагалось опустить на механической лебедке. Но в целом военные больше рассчитывали на подводные лодки того времени. Однако прежде всего советским ученым-геодезистам необходимо было изучить дно океана и выявить наиболее слабые точки в строении тектонических плит. Первый этап – это проводятся масштабные геофизические исследования, которые выявляют точки напряженности в земной коре. То есть точки, где имеются такие условия, которые могут привести к изменениям положения земной коры. До сих пор засекречены имена героев Советского Союза из числа подводников, которые на управляемых вручную аппаратах спускались на немыслимые океанские глубины, перекрывая в разы все известные достижения. Это можно было сделать только под мирным флагом науки. Гидрофизический флот – самый крупный, крупнейший в мире, в общем-то он принадлежал исключительно Советскому Союзу. Поэтому и мы являемся, собственно говоря, на сегодняшний момент единственными владельцами самой крупной, самой большой базы данных для создания литосферного оружия. То есть гидрофизический флот, он составлял несколько сотен единиц белых кораблей, которые были с военными экипажами и занимались замерами по всему мировому океану. СССР не зря оказывал всяческую помощь кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Ведь именно на Кубе базировались советские геофизические корабли, которые в прямом смысле слова готовили почву для внезапного удара. На этих судах перевозили оборудование для бурильных подводных установок. Именно рядом с Кубой ученые обнаружили тонкие узлы литосферных напряжений. Они готовы, они сверлились не просто так, и они знали, где сверлились. Нефть на такой глубине не ищет. Сегодня для сдвижки тектонической плиты в районе Кубы и начала апокалипсиса на американском побережье достаточно всего одного заряда весом в 100 килограммов. Те, кто работал в секретных лабораториях, и сегодня убеждены, холодная война между СССР и США не перешла в Третью мировую только потому, что Советский Союз на несколько шагов опередил американцев в создании уникального оружия. Все остальное это, естественно, глупости. И просто была гонка вооружений, которая была ориентирована на то, чтобы экономически разорить Советский Союз. Реально война не была из-за одного этого сценария. И сейчас вопрос в том, удастся ли удержать мир от применения этих вещей или не удастся. США разрабатывали подобный ответный удар, но достичь цели он бы не смог. СССР даже при самых неблагоприятных прогнозах потерял бы Дальний Восток и часть необитаемой тундры. Стратегические объекты, запасы полезных ископаемых, заводы и фабрики, люди – все это осталось бы вне зоны досягаемости. В отличие от Северной Америки, которую могло просто смыть вместе с несколькими государствами. Мы в период Хрущева-Брежнева себя обезопасили. В том смысле, что по дну шельфа, рядом вдоль побережья западного США, заложены ядерные фугасы, которые могут быть взорваны. От них уже будет мощная цунами, которая смоет пол Америки сразу. И они же вызовут тектонический сдвиг. Тогда вообще под воду уйдет весь североамериканский континент. В итоге, после долгого изучения, водно-атомная атака на Соединенные Штаты была признана недостаточно эффективной. Слишком большая протяженность шельфа и недостаточная глубина прибрежных вод. Но так ли это на самом деле? Не исключено, что программа была просто временно приостановлена. Активность советских подводных лодок и научных судов у берегов Северной Америки не осталась без внимания ЦРУ. В 1958 году военно-морские силы США выкупили у швейцарского исследователя Агюста Пикара уникальный батискав Триест. Агюст Пикар вместе с сыном Жаком стал звездой конца 50-х. В Италии ученые построили глубоководный аппарат. На нем, в Средиземном море, они опустились на рекордную глубину в 3000 метров. Какие замеры в океанских глубинах делают коммунисты? Что они ищут на дне? Потискав Триест, должен был ответить на эти вопросы. А для публики придумали красивую легенду об исследовании самой глубокой точки мирового океана – Марианской впадины. Чтобы не отставать от передовых научных и военных технологий, Америке пришлось реструктуризировать свои спецслужбы. Национальный совет разведки. И вот Национальный совет разведки вобрал себя, и практически его возглавил директор ЦРУ. И все 36 разведслужб стали подчиняться именно вот этого НСР. Сумели ли они мощные бомбы? Действующий вулкан Фудзи находится всего в 100 километрах от Токио. Этот удар, по мнению советских военных, мог вызвать землетрясение на всей территории сейсмоопасной Японии. Но американцы опередили Сталина. Хиросима и Нагасаки деморализовали японскую армию. Она продержалась всего три месяца. Однако вождь народов запомнил необычное предложение о бомбардировке Фудзианы и очень скоро дал распоряжение военным и ученым на разработку новейшего оружия. Советский НКВД в 45-м году захватило 300 ученых-физиков-ядерщиков. И Берия их разместила специально в Сухуми. Там был специальный дом отдыха, который огородили тремя витками проволоки, сделали спецлагерь. В 1961 году на Новой Земле была взорвана самая мощная термоядерная бомба. 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Это как две с половиной тысячи хиросим. Мощность была такова, что даже американские подводные лодки в сотнях километрах почувствовали сильный удар. Это и привело к мысли о создании тектонического оружия. Здесь требуется новый уровень научных знаний. Нужна широкая профильная специализация ученых. Физический факультет МГУ – это был эталон. Идеологическая гордость университета. Так что физический факультет дает целый каскад лаборатории колоссальные возможности для секретных исследований. После успешных испытаний атомной и водородной бомбы советские ученые и военные приступили к созданию супербомбы. Задача стояла непростая. Это оружие должно быть мощнее ядерного. Такое, чтобы Третья мировая война стала моментальной, а весь мир наживы и капитала был стерт с лица Земли. Например, гигантской волной цунами. К проекту привлекли и отца водородной бомбы талантливого физика Андрея Сахарова. Он предложил подплыть к восточному берегу США, под лодки, ну, со стороны Кубы. И там заложить ядерный заряд можно, а там тоже есть такие ведь эти тектонические места, уязвимые места, что снесет пол США. Литосфера – это оболочка нашей планеты. Она включает в себя земную кору и верхнюю часть мантии, твердый и жесткий внешний слой. Однако глубже находится более слабая и горячая часть – астеносфера. На поверхности вся корка материков и океанов, которые мы наблюдаем, в разрезе таких масштабов представляется нам тонким каким-то печеньем, плавающим на поверхности некого горячего чая. В таких масштабах кора является еще и неким подвижным образованием, которое состоит из определенных плит. Понятие о литосфере, как о прочном внешнем слое Земли, было разработано американским геологом Джозефом Барлом в начале 20-го столетия. Но полная теория тектонических плит была сформулирована только в 60-х годах, когда геофизики и сейсмологи начали изучать природу землетрясений. Землетрясение – это не точечное явление. Каждое землетрясение имеет плоскость срабатывания. Чем сильнее землетрясение, тем вот эта площадь, по которой происходит скольжение одной части литосферы по отношению к другой, вот эта площадь для больших землетрясений – это невероятно величайшая величина. Военные ученые подошли к идее искусственных землетрясений творчески. Некоторые тектонические плиты литосферы можно сдвинуть при помощи ядерных взрывов. При этом они выяснили – океаническая кора более подвижна и восприимчива к силовым воздействиям. Это был прорыв. Так в СССР появилось уникальное оружие массового поражения. Открытие тут же засекретили. Чем плохо это, если так сказать, оружие для военных? Ну или для специальных служб? Когда Никита Хрущев узнал, какими безграничными возможностями будет обладать Советский Союз, он дал добро на проведение любых экспериментов. Ученым необходимо было просчитать многое – высоту и ширину цунами, скорость и количество волн. Движение цунами очень мощное, там около 600 км в час, поэтому достаточно быстро приходит. Но цунами еще зависит от состояния мелководия, к которому приходит, потому что расстается высота волны, и она растает, потом обрушивается. Если там глубокий район, то цунами не будет такими сильными. Поэтому тут все зависит от местности. Для образования цунами военные собирались обрушить несколько тектонических плит, которые находятся в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Мексиканском заливе. Заряд кладется на соответствующий разлом, который напряжен, встряхивает все это дело, и дальше уже идет обычное сейсмическое воздействие, оно может быть самого разнообразного типа, там проседание дна, вот, то есть плита уходит вниз, образуется воронка, а потом распространяется волна. Несколько советских научных институтов взялись смоделировать волну, просчитать критическую массу заряда и его доставку на дно океана. Заводки вел и лаборатория геоморфологии Института физики Земли. Были полигоны, такие, знаете, я знаю, на суше в основном их, в Киргизии, в Таджикистане. Я думаю, морские были полигоны, потому что очень сильно сотрудничали тогда океанологи с геологами, океанологи и геологи с военными сотрудничали. Очень многие работы океанологические были засекречены. Но как доставить заряд, который должен сдвинуть тектоническую плиту? Как проверить место, которое находится за тысячи километров на чужой территории, да еще в стране, которая официально считала Советский Союз врагом номер один? И правда ли, что заложенные под тектонические плиты ядерные заряды до сих пор угрожают Америке? Вдоль побережья западного США заложены ядерные фугасы, которые могут быть взорваны, когда вообще под воду уйдет весь североамериканский континент. И кто побил все мыслимые рекорды погружения на глубину? Подводная лодка способна достичь любой точки мира, в том числе и векистических плит. Почему о секретных экспериментах не знали даже генералы армии? Специальные операции более секретные. Они считаются не военными структурами.